Глава 16 Из общего справочника знахаря Около четырех часов утра бригада в полном сборе находилась в ангаре енота Возле броневика выставили письменный стол Торговец выдал лампу на шарнирах Все окружили распахнутую карту местности Значит так, бойцы, имею соображения по поводу рейда Вепрь, уперевшись двумя руками в стол, вглядывался в лица подчиненных Следующая перезагрузка городского кластера, который нам надо проверить Аккурат произойдет по графику через два дня А мы как раз к этому времени туда доберемся Это хорошо или плохо, поинтересовался Болт Есть минусы Нам надо как можно дольше оставаться незамеченными Если заедем сразу по окончании перезагрузки То попадем в самую гущу событий Потратим силы и боезапас Плюс к этому наследим горой трупов А плюсы? Вклинилась стрелка А плюс заключается в том, что там гарантированно будут муры Им нужно очень быстро прочесать территорию и найти иммунных Пока их не съели твари Плюс к этому они будут мародерить, пополнять запасы Вот здесь нам и надо включиться Взять их теплыми Вопрос только, сколько их будет? Процедил Фил И кто? В рассуждение включился серп Если это обычные снабженцы, то имеет смысл за ними просто проследить тихонько А если какая-нибудь шишка, то брать нужно, однозначно Дельная мысль Вепрь поднял палец вверх Будем тогда действовать по обстоятельствам Значится так Карту учите На все про все вам пять минут И выезжаем Кому покурить в последний раз Давайте по-быстрому Врайди ни-ни Твари по запаху Нас быстро срисуют Команда склонилась над столом На перекур никто не пошел Через десять минут им уже отворяли двери стаба Боец на КПП с интересом рассматривал броневик Такая техника здесь появлялась редко В основном патрули представляют собой джипы или пикапы А тут почти боевая техника Рассмотреть внутренности броневика Любопытному бойцу Так и не дали Перебьется Первые километры дороги Ничего не происходило Путь пролегал по пустынным местам Изредка встречались Одиночные низшие зараженные Кто-то тупо стоял на обочине И провожал машины пустым взглядом Некоторые более шустрые Пытались гнаться Но пробежав пару десятков метров Понимали тщетность этой затеи И останавливались Ник с интересом рассматривал тварей Через толстое бронированное стекло бокового окна Это пустыши и бегуны Мелочевка среди тварей Фил, сидящий напротив Ника Расслабленно пояснил ему Ник кивнул Остальные члены команды Не удостоили все встречи Ни малейшим вниманием Стрелка, сидящая сразу за вепрем Дремала Ник старался не заваливаться в ее сторону Чтобы не тревожить Фил и серп сидели дальше У выхода Клок-стоппер развалил ноги на площадке Стоящий между рядами кресел И предназначенный для вылазки из люка стрелка Сенс, сложив руки на груди Периодически сканировал пространство вокруг автомобиля И в эти моменты он как бы прислушивался После снова расслаблялся на время Ник прикинул Что примерно каждые 100-200 метров Фил контролировал округу На наличие мертвяков или неприятностей Фил А ты можешь даром различать тварь от человека? Ник полушепотом Спросил у Сенса Склонившись к нему Конечно У твари энергетика другая Более сильная Плюс Я научился различать их по температуре тела У мертвяков Она повыше будет Получается в двух спектрах их можешь видеть? Да Но пока только по отдельности сканировать получается Тепловизор по затратам Больше расходует энергию Особенно днем Или в городском кластере Где идет отражение тепловых пятен От многочисленных поверхностей Живчик только и улетает Да Круто Зашевелился серп И влез в разговор Улыбаясь во весь рот Вспомнил вот что Хохму расскажу сейчас Слышал вчера в стабе Наш швед Управляющий Восточным экспрессе Втюрился на старость лет В молодую девчонку Что из новеньких Недавних Взял ее к себе Не простой официанткой А метр дотылин А туда Абы кто вообще не попадает Место теплое Седина в бороду Без в ребро Поддакнул вепрь Хмыкнув в кулак Ага Поговаривают Поговаривают Что дескать Как только помолодеет Так обязательно Ее замуж возьмет А чего запомнил-то Зовут ее Как нашего новичка Никой Подмигнул серп У Ника От услышанного Снова Пробежали Мурашки По спине И шея Бросило В жар Он стал Вспоминать Похожее Событие В Восточном Экспрессе Что-то Связывало Его Или с этим Местом Или Серп Опиши ее Девушку Эту Не видел Но говорят Модель Каких поискать Еще надо Блондиночка Стрелка На этих словах Оторвалась От дремы И неодобрительно Глянула На серпа Стрелка Тебя Все равно Никто не Переплюнет По красоте Слегка Виновата Произнес Серп Тахмыкнула Покачала Головой И снова Закрыла Глаза Ник Задумался Есть Таинственная Незнакомка Которая Попала В стаб В тот же День Что и он Знакомых Молодых Блондинок У него Не было В прошлой Жизни А его Реакция На воздействие Этой Особой Не случайна Скорее Всего Он Встречал Нику Уже Здесь В Улье Как Не вовремя Серп Вспомнил О слухах Когда Уже В десятках Километрах От Восточного Их встреча Могла бы Что-нибудь Прояснить С его Амнезией А может И вернуть Память Ника Ника Я обязательно Встречусь С тобой Когда вернусь Подумал Про себя Ник Сегодня Остановимся На ночевку Недалеко От бывшего Лагеря Муров Место Удобное Вепрь Повернулся Назад к бригаде И тяжело Вздохнул Жалко Перезагрузка Тут часто Проходит Следы боя Улей Прибрал Еще Вчера Оно Наверное И к лучшему Плюс К этому Севера Прижимают Небольшой Кусок Черноты Похожей По форме На щупальце Осьминога Шириной Метров Двести В нижней Точке На север Уходит Далеко Расширяется Незначительно Тварей Из-за близости Черноты Немного Спокойно Переночуем А для чего Крюк делали Нельзя было Напрямую Проехать Через эту Черноту А задача Наспросил Ник Вопросительно Озираясь По лицам Команды Кто-то Прыснул Некоторые Закашляли Видимо Вопрос Был Не кстати Или попросту Наивным И не требующим Ответа Чернота Или Мертвый Кластер С нисходительным Тоном Начал Объяснять Серп Ник Особые Места Вулья Человеки Твари Там Не выживают Кроме Ну вы поняли Кого Называть Не буду Чернота Постепенно Пожирает Все Объекты Которые В нее Попали Тонкая Электроника Сгорает Транспортные Средства Выходят Из строя Радиосигналы Не проходят А человек Теряет Ориентацию Вестибулярный Аппарат Сбоит По страшному Это Как так Сбой Происходит Ну ты Когда-нибудь Напивался До чертиков Прям Вусмерть Ну У кого Не бывало Ну вот Чувство Когда вертолеты В голове И теряешь Ориентацию В пространстве Путая небо С землей Очень похоже При нахождении В черноте Плюс к этому Жизненные силы Вытягиваются Из тебя Редко Кто сможет Пройти Или даже Проползти Более 150 метров По черноте Гиблое место Поэтому И твари Держатся От мертвых Кластеров Подальше Место Где муров Хлопнули Очень грамотно Подобрано Для временного Лагеря А есть Кто ходит Через мертвые Кластеры Откуда Известно Что люди Не проходят Насквозь Есть Иммунные Со специальными Дарами Могут И сами Ходить И других Водить Проводниками Кличут Так вот Рассказывают Что встречают Почерневшие Мумии Людей Машин Даже Где-то Вертолеты И самолеты Видели Да Кстати В разговор Вклинился Вепрь Сегодня Останемся Без связи С центом Как только Обгоним Это чертова Щупальца Черноты Радиосигнал Проходить Не будет Так что Рассчитывать Придется Только на Самих себя Ребята Да ладно Не напрягайтесь Прорвемся Не на войну Едем Остановились Только один раз Днем На привал Команда Высыпала На природу Разминая Затекшие Конечности Ники Стрелка Занимались Готовкой Остальные Находились В охранении Нехитрый Обед Из гречневой Каши С тушенкой Пришел Совсем По вкусу Добрались До назначенного Места В сумерках Разбивали Лагерь Уже В темноте Под светом Фар броневика Мужчины Поставили себе Две пятиместные Палатки Уступив Стрелке Место для Ночевки В машине На расстановку Растяжек По периметру Времени Не осталось Развели Небольшой Костерок И уселись Вокруг Распаковывая Распаковывая Сухпайки Значит так Начал Вепрь Болт Сегодня ночью Не дежурит Весь день За баранкой С ног Валится Первая Стрелка Потом Я Дальше Серп Следом Ник И Фил Итого По полтора Часа Получается До побудки Место Хоть и спокойное Но сильно Огонь не разжигать Все понятно Кивнули Стрелка Сняла Котелок Заварила В термосе Чай В оставшейся Воде Кофе Раздала Кружки Стрелочка Что бы Мы без тебя Делали Заискивающе Проговорил Фил Даже не знаю Как тебя Благодарить Ага А я знаю Если замерзнешь Зови Подмигнул Серп девушке Перебивая Фила Помогу Чем смогу Шли бы Вы спать Мальчики Улыбнулась Стрелка У меня Время дежурства Уже пошло Между прочим А в машине Тепло Как-нибудь Перебьюсь Без посторонней Помощи Смотрите Как бы Друг друга Не пришлось Греть И всю ночь Благодарить У костра Раздался Дружный смех Все Тише На два тона Заткнулись Быстро Пьем чай Кофе Делаем на ночь Свои дела Кому надо И быстро По спальникам Скомандовал Вепрь Члены команды Постепенно По одному Стали отходить От костра Тонуть Во мраке ночи Потом Копошиться В палатках И укладываться На ночевку Приказы Главного Не обсуждались Как успел Заметить Ник Пора и самому На боковую Ник проснулся Отормошащей Его плечо Ладони Серпа Тот жестом Указал На наступившее Время Его дежурство Ник Махнул Махнул головой Тихонько Выпался Из палатки И направился К костру Открыл Котелок И зачерпнул Кружкой Кофе Поежился Подкинул Несколько Щепок В костер Языки Пламени Начали Старательно Облизывать Добавку Ник Засмотрелся На это Действо Завораживающая Пляска Огня Вокруг Дров Представлялась Смертельным Танцем Он не заметил Как нос его Начал щекотать Знакомый запах Ник Принюхался Это же запах Дурманящей Травы И специфический Душок Все усиливался Определенно Кто-то Неподалеку Балуется Косичком Шалом Друг Сзади На плечо Легла Рука Ник Встрепенулся Мгновенно Отпрянул Проворно Развернулся И схватился За пистолет Наводя Его На внезапно Появившегося Незнакомца Перед ним Стоял парень Лет 25 С сигаретой В зубах И глупо Улыбался Тихо Разбудишь Всех Парень Приложил К губам Указательный Палец А второй Ладонью Убрал Длинные Локоны Волос Частично Нависшие На лицо Ник Не ожидал Такой Встречи Шаблоны Выработанные Жизненным Опытом Обычного Обывателя Не позволяли Ему Сделать Решительное Действие А какое Незнакомец Не держит В руках Оружие Он один Ник Ник Быстро Огляделся По сторонам Сообщников Видно Не было Их не штурмовали Муры Или Внешники Было Все Так же Тихо И Спокойно Ты Кто Такой Быстро В пол Голоса Спросил Ник Я Путник Странствую По Кластерам В поисках Лучшей Доли Парень Блаженно Растягивал Слова Вольный Рейдер По Вашему Гость Снова Расслабленно Затянулся Косячком Ты Всегда С пушкой В руках Знакомишься С людьми Кивнул Тот На пистолет Ты Не Против Если Я Присяду Ник Посмотрел На парня Да Это Был Типичный Представитель Хиппи Образ У него Был Что Надо Легкие Полусапожки Из кожи Синие Потертые Джинсы Коричневый Пиджак С короткими Рукавами Засученными Выше Локтей Светлая Рубашка С отворотом На шее Гостя Красовались Многочисленные Бусы Запястья Украшали Разнообразные Кожаные Браслеты Переплетенные Простые С камешками И прочей Ерундой Довершали Образ Бородка И усы Ник Сделал Вывод Что Незнакомец Совершенно Для него И команды Не опасен Он Стоя На изготовке С оружием В руке Сильно Контрастировал С этим Добродушным На вид Парнем Нику Стало Даже Неловко От Сложившейся Ситуации Эта книга Озвучена На ютуб Канале Терабайт Истории Подписывайся На первоисточник Да 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 Конечно Присаживайся Ник Убрал Пистолет В поясную Кобуру Ты Один Да Один Мне Так Удобнее Гость Снял С плеча Небольшой Рюкзак И положил Его Рядом С собой Кофе Не Откажусь Незнакомец Сделал Последнюю Затяжку И Закинул Бычок В костер Меня Ник Зовут Ник Зачерпнул Свободной Кружкой Кофе И подал Парню Шалун Тот Благодарно Кивая Принял Напиток Двумя Ладонями Я Даже Не могу Представить Как ты Получил Своё Имя Ник Невольно Улыбнулся Крёстные У меня Со Своеобразным Чувством Юмора Хорошо Что Это Был Не Крёстный Пошутил Ник Я Не заметил У тебя Оружие Как же ты Путешествуешь По улью Чем Занимаешься Как Выживаешь Я Свободный Художник Живу В гармонии С этим Миром Не Понял В смысле Художник Ну Знахарь Я То есть Вот Непонятливый Шалун Тихонько Отхлебнул Из Кружки Ник Уже Заметил Что Знахари Улья Это Специфические Люди Если Не Сказать Больше Немного Пришибленные На своей волне Короче И этот Видимо Такой же Понятно Растянул Ник И тоже Приложился К кофе А знахарю Что Оружие Не положено Знахари Разные Бывают Одни Лечат Другие Калечат Думал Они только Лечить Способны А почему Ты не в стабе Живешь Я Я Я Я Я Свободный Художник Не Признанный Знахарь Это Как Методы Лечения У меня Скажем Своеобразные Обычные Знахари Делают Свою Работу Я Жа Творю Рисую Каждый Мой Пациент Это Своего Рода Произведение Искусства С некоторым Восторгом В голосе Произнёс Парень А как Пациенты К тебе На приём Попадают Случайно Попадают Или Сам Нахожу Этот Процесс Творческий И Крайне Интересный Типа Хобби Типа Хобби А чем Тут Ещё Заниматься Я Тут Недавно Ещё Не знаю А чем Бы Хотел Заниматься Подожди Не отвечай Шалун Смотрелся В лицо Ника Отодвинулся Посмотрел Уже Косо Как бы Оценивая Затем Глаза Его Заблестели А уголки Рта Начали Подниматься Вверх Изображая Весёлую Улыбку Ты чего Не выдержал Ник Затянувшейся Паузы И странного Поведения Знахаря Интересный Случай Обычный Знахарь Может и Не справится Я могу А что со мной Напрягся Ник Тебе надо Сделать Выбор Ник Или восстановить Память И возможно Спасти Многие Жизни Или Открыть Дар Улья И тоже В будущем Быть Стражником Иммунных То что Скрыто В тебе Не может Найти Выход Я вижу Почерк Одного Знахаря Который С тобой Работал Недавно Но открывать Дар На тот Момент Тебе Нельзя Было При Наступлении Определенных Событий Твой Заряд Сработает Рандомно И не Факт Что В нужную Сторону Ник Был Ошеломлен Знаниями Знахаря О его Делах Это Очень Походило На Правду А Нельзя Оставить И то И то Можно Знахарь Достал Из Внутреннего Пиджака Серебристый Портсигар Открыл Его И Протянул Нику Мне Нужно Чтобы Ты Немного Расширил Сознание Как Легче Работать В Портсигаре Лежали Аккуратно Скрученные Трубочки Набитые То ли Табаком То ли Другой Смесью Сколько Мне Это Будет Стоить Ты Меня Совсем Не Слушал А Ну Да Вольный Художник И Все Такое Все Такое Тебе Усмехнулся Шалун Подожди А Бригада Моя Я Дежурный На Ближайшие Два Часа Не Волнуйся В Радиусе Одного Километра Никого Нет Здесь Сейчас Безопаснее Чем В стабе Чернота Тем Более Это Займет Шалун Задумался Минут Пять Ты Сенс Еще Вдобавок Удивился Ник Меня Будем Обсуждать Или Делом Заниматься Вот Молодняк Пошел Еще Уговаривать Нужно Хмыкнул Гость Сомнения Ника Сошли На Нет Если Бы Этому Знахарю Захотелось Навредить Ему То Он Это Давно Бы Осуществил Даже Не Отвлекая Его От Кофе Была Не Была А Не Получится Невелика Потеря Подумал Ник Ты Говорил Что Можно Направить Энергию В два Направление Ник Ник Вытащил Из Портсигара Самокрутку И Поиграл Ею В Пальцах Шалун Убрал Портсигар Достал Бензиновую Зажигалку Откинул Крышку И Чиркнул Колесико Конечно Я Художник Я Так Вижу Ник Сделал Глубокую Затяжку Перед Глазами Начала Расплываться Картинка Краски Костра Стали Ярче Превращаясь В мутное Пятно Вот Проплыло Улыбчивое Лицо Шалуна Потом Его Руки Звуки Потухли Окружающие Предметы Стали Расплываться Удлиняться Вытягиваясь Словно Резина В бесконечные Полосы Следом Все разом Померкло Через Мизерную Долю Секунды Ник Оказался В пустом Пространстве Залитым Со всех Сторон Белым Светом Но Источников Освещения Видно Не было Как и краев Этого Странного Места Не было Ник Звуков Запахов Предметов Ник Не чувствовал Своего Тела Ощущалась Легкость В каждом Движении Он Шагнул Как ему Показалось Но Эффекта Перемещения В пространстве Не было Вдруг Откуда-то Сверху Послышался Звук Расправляемого Тугого Скрученного Листа Плотной Бумаги Или Ватмана И его Укладка На плоскости Мимо Ника Пронесся Огромный Карандаш Размером С бревно Ник Растер Глаза Этого Не может Быть Невидимая Рука В ускоренном Режиме Начала Размашисто Водить Карандашом По белому Полу Три Секунды Кадр Готов Ник Подбежал К изображению На полу Размером Не менее Три На пять Метров Прорисовка Деталей И качество Рисунка Были Высокого Качества Как будто Работали Не карандашом А печатающей Головкой Принтера Да Это же На картинке Он Ник Это Лестничная Площадка Рядом Парень Подкуривает Сигарету Карандаш В это Время Шуршал Уже В десяти Метрах От него Ник Подошел К следующему Рисунку На лестничной Площадке Два Трупа Он Узнал Себя С лопатой В руке Третий Главный Герой На машине Покидает Стройку Ника Осенила Да Это Чертов Комикс Злоключение Его Первого Дня В улье Ник Побежал Дальше Вот Он Калашматит Мертвяка В машине Подъезжает К затору Из автомобилей Да Это Прям Боевик Какой-то Удивился Ник Рассматривая Как он Застыл С лопатой В руке Готовясь Бить Очередную Тварь А дальше Ступор Первая Встреча С ней На увеличенной Панели Художник Постарался На славу Рядом С Ником Стояла Эффектная Девчонка Красота Ее Поражала Невидимый Автор Здесь Дополнительно Покреативил От лица Ника Отходил Пузык С иллюстрацией Речи Меня Андрей Кстати Зовут От собеседницы Исходила Ответная Выноска Вероника Можно Ника И смайл В конце Сердце Ника Наполнилось С теплом Так Вот Откуда Это Чувство Дежавю Сильные Положительные Эмоции От первой Их Встречи Не Утрачены Полностью А что Случилось Дальше По Сценарию Ник Пробежался По Канавке Между Панелями На второй Ряд Комикса Две Машины В лесу Одна Из них Сломана Из Открытого Капота Поднимается Дымок Рядом Внедорожник Из него Девушка Водитель Призывно Машет рукой Нику И Нике Значит Их То есть Нас Спасли Подытожил Вынужденный Читатель Следующий Кадр Глаза Незнакомки С легким Прищуром Изображены В зеркале Заднего Вида Лицо Нику Этот взгляд Показался До боли Знаком Только Пока Непонятно Откуда Потом Панели Были Одна Мрачнее Другой Подлое Предательство Сдача Муром Попытка Разделки Ника На Органы Ник Стал Причитать Бегая Между Кадрами Нет Нет Только Не Это Но Тут Внезапно Расстановка Сил Резко Поменялась Один Охранник Повержен Второй По виду Доктор Смертельно Ранен Он Просит О помощи А Ник Рассматривает Странную Находку В его Зажато Да Это Чёртова Жемчужина Это Стало Понятно Из Картинки Прорисовка Шарика Была Идеальной С Полутенями И Отливом Изображения Освещения Вокруг Жемчуга Художник Дополнительно Нарисовал Продольные Изогнутые Линии Показывая Что эта Вещь Или Вибрирует Или Что-то Излучает Похоже Шалун До Жизни Вулья Был Художником Комиксистом Хорошо Что не Карикатуристом Хмыкнул Про себя Ник Он Не Заметил Как Магический Карандаш Куда-то Делся Значит Комикс Нарисован Полностью Осталось Взглянуть На пять Панелей Вот Крупным Планом В рот Закинута Жемчужина На Следующей Ник Выглядит Здоровым Подтянутым Даже Подкачаным Слегка С автоматом На изготовку Пробирается К выходу На Очередном Кадре Напротив Него Стоит Подлая Девка Сдавшая Ника И Ник Умуром Оба Держат Друг Друг На Мушке Напряженность Ситуации Легко Читалась На Лицах Новоиспеченных Врагов Он Медленно Подошел К Следующей Панели Девка С Хищным Выражением На Лице Выставила Перед Собой Руку Расходились По воздуху Направленные В сторону Ника Волны А тот В свою Очередь В это Самое Время В неловком Всплеске Руками Валится Назад Да Это Точно Боевое Умение Улья Так Вот Значит Что Произошло Ник Задумчиво Почесал Затылок И Направился К последней Панели Дело Было Практически Ясным Этот Маленький Удар Предательницы Лишил Памяти На последней Карточке Он ожидал Что-то Вроде Банального Продолжения Следует Но Ошибся История Здесь Только Начиналась Ник Узнал Своё Безвольное Тело Оно В неестественной Позе Кулем Лежало На земле Рядом Стояла Девка Корпусом Обращенная Еще к Нику Но с Повернутой Головой Назад Куда Же Ты Смотришь Ник Подошел Поближе К силуэту И задумчиво Начал Рассматривать Детали Что Привлекло Твоё Внимание Почти В углу Панели На Пригорке Стоял Заведенный УАЗ Автомобиль Можно Сразу И не Заметить Настолько Он Был Мелко Нарисован На Огромной Картине Темная Фигурка На Водительском Сиденье Вскинула Руку Вверх От Головы Человека Отходил Небольшого Размера Пузырь С текстом Аида Уходим Так Вот Как Тебя Зовут Тварь Я Запомнил Процедил Сквозь Зубы Ник И тут Ж Очнулся Он Тряхнул Головой Снова Тот же Костер В руках Горячий Кофе Ник Стал Озираться По сторонам Шолуна Нигде Не было Видно Что За Чертовщина Пробормотал Он Сам Себе Под Нос Приснилось Или Морок Какой-то Ник Причмокнул Языком Несколько Раз Привкуса Курева Не было Он Взялся Рукой За Голову Водя Глазами По Сторонам Вот Место Где Сидел Шолун Но Трава Не Примята И Следов Нет Все Кукуха Поехала Обреченно Пробормотал Ник Тихонько Но Тут Воссиял От Догадки Спасающей Его Положение Да А во сне Мозг Начал Вспоминать Утраченное Правда В весьма Странном Формате Он Постарался Вспомнить Сон Ему С легкостью Это Удалось Более Того Теперь Ник Мог Свободно Рассматривать Свой Первый День Комикс На Большом Листе Жалко Что В черно-белом Изображении Но Это Несомненно Был он В этих Картинках Увиденное Откликалось В нем Яркими Разноцветными Особенно К Нике Надо Рассказать Все Бригаде Начал Рассуждать Ник Только Вот В чем Загвоздка Как Мне Объяснить Что Здесь Был Неведомый Гость Или Даже Призрак Который Приоткрыл Или Нарисовал Мне Мой Первый День В Улье Меня Точно Могут Принять За Сумасшедшего Тогда Можно Сказать Что У меня Просто Частично Восстановилась Память Поделиться Частью А остальное Произошедшее Касается Только Меня Ники И Несведенных Счетов Саидой А таинственный Шалун Возможно Вообще Является Плодом Воображения Или Игрой Разума Чтобы В удобно Читаемой Форме Преподнести Утраченную Память Как Незримый Автор Книги Под Названием Жизнь Так Стоп Откуда Я знаю Как зовут Тумуровскую Девку Скорее Всего Угасающее Сознание Услышало Это Обращение К Аиде И Зафиксировало Вроде Все Выглядит Логично И Складно Ник Допил Кофе Встал И Прошелся По Лагерю Все Было Тихо И Спокойно Ника И Аида Не Выходили Из Головы Два Два Противоположных Чувства Одновременно Усиливались Внутри Ника Ему Хотелось Одну Убить Другую Обнять И Приласкать Это Было Похоже На Борьбу Добра И Зла Ник Не Мог Найти Себе Место Все Ходил Из Стороны В Сторону И Наматывал Круги Вокруг Броневика И Палаток Пока Из Одной Из Них На Звуки Шагов Не Вылез Заспанным Видом Фил У Меня От Твоих Хождений Уже Голова Кругом Что Случилось Извини Фил Забыл Что Ты Все Чувствуешь Вспомнил Внезапно Свой Первый День В Улье Ну И Как Оно Я Оказывается Вместе С Ник Спасался Пока К Муром Не Попал Да У Нас Тут Лав Стори Намечается Давай Рассказывай Фил Уселся У Костра И Потянулся К К К К Совместное Преодоление Трудности Оно Знаешь Ли Сближает Людей Ник Тоже Присел Рядом И С Подробностями Насколько Мог Рассказал О событиях Первого Дня До Последней Сцены Комикса Да Протянул Фил Тянет На хороший Сюжет Боевика А девку То Челнока Опознать Сможешь Если Что Челнока Да Мы Так Зовем Тех Кто Подрабатывает Тем Что Привозят Муром Иммунных Чаще Всего Обманом Завлекают Но Бывает И Силой Думаю Опознаю У меня Вообще Есть Ощущение Что Я Где-то Видел До Этого Может Похожего Человека Видел Бывает А обидно Что Ты Нику Вспомнил Когда Мы Уехали Тебе Нужно Обязательно К ней Подойти Поговорить Да Когда Когда Верну Обязательно Встречу С ней Уже Тянет Кстати О Пожелись Наша Узнаю Что Такое Тянет Подмигнул Фил Тут Мужская Сила Со Временем Только Крепнет Знаешь Как Ребида Подскакивает Да Определенно Быть Иммунным Это Классно Мечтательно Произнес Ник И Подпер Подбородок Ладонью Он Не Стал Ложиться Все Равно Сон Как Рукой Сняло Решил Досидеть С Филом Вахту Слушай Фил А у вас Я так Посмотрю Тоже История Со Стрелкой И Серпом Интересная Вырисовывается Заметил Значит Молчи Не Твое Дело Фил Недовольно Сорвал Травинку И Сунул В рот Играя Ею Зубами Ладно Извини Я тут Человек Новый Это И правда Не Мое Дело Повисла Пауза Ник Хотел Уйти Из-за Неловкой Ситуации Но Фил Продолжил Проехали Процедил Фил Тут Все Сложнее Чем Вы Все Думаете Серп Мне За Эти Годы Как Брат Уже Стал Так же Как И Я Для Него Как Думаешь Сможем Мы Друг Друга Предать Думаю Нет Кто То И Оно И Стрелка Нам Как Родная Стала Столько Раз Спину Прикрывала Что Не Счесть А Так Продажных Женщин Здесь Хватает Были Бы Спараны На Кармане Так И Живем Не Мне Не Ему А Девчонка Молодая Сама Еще Не Знает Толком Что Ей Надо Улей Сам Разрешит Наши Судьбы На Том И Решили Мы А Там Как Знать Может Встретим Еще Кого Слегка Улыбнулся Фил У тебя Уже Вон Что-то Наклевывается Хотя Здесь Без Году Неделю Находишься Чую На Свадьбе Погуляю Скоро Да Ну Тебя Ты Же Сенс А Не Провидец Откуда Ты Знаешь Какие У меня Дары Насмешливо Произнес Фил Может Я Предсказывать Могу Ладно Шучу Напряжение Спало Дальше Нить Разговора Потянулась К Историям И Байкам Улья А после И до Анекдотов Очередь Дошла Утро Пришло Очень Быстро Ник За завтраком Вкратце Поделился С командой Восстановленной Картиной Своего Первого Дня В Улья История Имела Большой Интерес Среди Слушателей Только Вепрь Расстроился Что Маловато Информации Всплыло В памяти Ника Так Как Ты Говоришь Звали Челнока Аида Вепрь Почесал Бороду По Твоему Описанию Девка Это Давно В Улья Раз Владеет Таким Сильным Навыком Стирает Память С Остальными Новичками Значит Она Тоже Поработала Но Зачем Смысла Не Вижу Пока Что С Кого Не Знаю Одно Из Двух Или Девка Прибыла Из Дальнего Кластера Она Может Быть Наемником Или Перекрестилась Жалко С Центром Больше Нет Связи Запросить Информацию По Базам Можно Было Бы Короче Ник Если Еще Вспомнишь Чего Сообщай Думаю Мы с Аидой И скоро Встретимся Уж Тогда Я С Нее Всю Информацию Выбью Глава Семнадцатая Отсчитывай Неделю От Разгрома И поднимай Всех Наших Через Пару Дней Мы Подтянемся Время Пришло Жди Скоро Встретимся Целую Мужчина После Прочтения Сообщения Промокнул Салфеткой Выступивший Под Солба И едва Заметно Улыбнулся Все нормально Я могу Уже Идти Молодой Парень Новичок Вернул Мужчину Из-за Бытия Да Да Конечно Растерянно Проговорил Мужчина Можете Быть Свободно Посетитель Вышел Следующий Уже Бодро И громко Бросил Мужчина В коридор Броневик Медленно Но уверенно Пробирался По бездорожью Среди Густого Леса Впереди Машины Метрах В тридцати Шел Фил Выбирая Место Для проезда Уже Час С черепашьей Скоростью Едем Когда Там Дорога Начнется Болт Болт Активно Вертел Головой По сторонам И крутил Баранку Рассчитывая Немаленькие Радиусы Поворота Броневика Для проезда Между Деревьями Да Здесь Уже Должна Быть Карта Примерная Неточная Вепрь Уставился В планшет Опа Походу Приехали Болт Остановил Машину И заглушил Двигатель Все Уставились Вперед Фил Поднял Вверх Кулак Затем Показал Направление На три Часа И количество Девять Следом Показал Что это Враги И начал Медленно Отступать К машине У нас Гости Вепрь Приоткрыл Дверь И обратился К остальным Уехать Не сможем Ни назад Ни вперед Или Затихаримся Или Положим Оружие Пока На изготовку Серп Со мной Стрелка На крышу Остальные Через бойницы Прикрывайте Еще и не видно Ни хрена Фил Ну что там Все Не крупнее Лотерейщика Трое из них Матерые И два Бегуна Шепотом Произнес Фил Услышали Броневик Бежали Сюда Сейчас Остановились Метров Ста Пятидесяти За Пригорком Рыскают Вокруг Все Встречать их Будем Не отстанут Давай Забираемся На броневик Стойте Еще один Появился В радиусе Двухсот Метров Это Кусач Надеюсь Это Все Вепрь Напрягся Занимайте Места Согласно Купленным Билетам В гарнитуре Все доложили О готовности Начинаем Вепрь Отрывистым Двойным Свистом Оповестил Стаю Где Находится Еда Через Несколько Секунд До ушей Донеслись Частые Звуки Бега Множества Лап Или ног Ломающихся Веток Шороха Листьев И Низкоутробного Урчания Тварей Среди Деревьев Начали Мелькать Тела Монстров Ник Вытащил Ствол Автомата Из бойницы И стал Выискивать Себе Цель Ладони Инстинктивно До белизны Пальцев Сжимали Ствол Чувствовалось Напряжение И мандраж Сильное Биение Сердца Отдавалось Висках Умом Ник Понимал Что Стволов И сил Хватит На 10 Таких Групп А то И больше Но Волнение Все равно Нарастало С каждой Секундой Подпускаем Поближе В ухе Ника Эхом Отозвался Голос Вепря Стреляем По команде Стрелка За тобой Кусач И матерые Лотерейщики Если Если Успеешь В броневике Берете Мелких Ник Прищурился Вглядываясь В чащу Леса Еще Крепче Сжал Автомат Вот И они На передний План Выбежали По видимому Лотерейщики Они Были Совершенно Голые Тела Подтянутые С мощной Мускулатурой По морде Уже Непонятно Кем Были До Обращения Мужчинами Или Женщинами Раздутым Мышцам На ногах Мог бы Позавидовать Любой Олимпийский Чемпион Легкоатлет На секунду Нику Представилось Нет Даже Явилось Что Тела Бегущих Тварей Обрамлены Полупрозрачной Аурой Темным Свечением Он Тряхнул Головой Пытаясь Избавиться От наваждения Проморгался Но Ауры Не исчезли Наоборот Они Стали Ярче Вокруг Тел В радиусе Пяти Сантиметров Пульсировала Полупрозрачная Материя Словно Энергия Перетекая Снизу Вверх И обратно Нику На мгновение Показалось Что Этой Энергией При желании Можно было бы Управлять Что Она Осязаема У него Возникло Желание Протянуть Руку Навстречу Этим Мчащимся Навстречу Сгустком Энергии Огонь Мысли К телам Поверженных Врагов Ник Потер Глаза От удивления Вокруг Командира Тоже Клубилась Пульсируя И переливаясь Сгущаясь В разных Местах Жизненная Аура Только Она Была Белого Оттенка Команда Неспешно Направилась К телам Ник Тоже Решил Рассмотреть Поближе Поверженных Врагов Серп Стрелка И ник На сбор Трофеев Болт Остаешься В машине Фил Сканирование Вепрь Спокойно Раздавал Указания Проходя Между Тварей И рассматривая Тела Ник Увидел Среди Тел Слабое Пульсирующее Мариво Оно Было Уже Не темным А светло-серым Возвышалось Над телом Огромного Монстра Рваные Края Ауры Как бы Хрома Струились Словно Языки Пламени Костра Или Протуберанцы Солнца Ник Подошел Еще Ближе Видение Завораживало Протянул Руку К краю Полупрозрачной Материи И провел По ней Ладонью Тварь Вдруг Вздрогнула И начала Подниматься На локтях И коленях На кончиках Пальцев Пробежало Зудящее Чувство Как будто Статическим Электричеством Укололо Ник Ты что Делаешь За спиной Заорал Серб Кусач Не сдох Отходи Отходи За плечо Резко Дернули Назад Теряя Равновесие И заваливаясь На спину Ник Только и Успел Схватить Как ему Показалось Воздух Ладонью Приложила Землю Знатно Так Что Дух Выбило Ник Задыхаясь Беспомощно Стал Хватать Воздух Ртом Словно Рыба Выброшенная На берег Клок Стоппер Видимо Силу Силу К ним Тут же Подбежала Стрелка И Вепрь Наставили Стволы На Тварь Хрень Какая Это Я Точно Видел Что Кусач Был Жив С удивлением И дикими Глазами Возбужденно Махал Серп Руками Да Он Мертвее Мертвого Вепрь Осмотрел Гору Мяса Дернулся В предсмертной Конвульсии Наверное Бывает Серп Ты не перегрелся Случаем Возмущенно Воскликнула Стрелка Смотри Ника Как сильно Приложил Ну помоги ему Чего стоишь Как истукан Серп Нагнулся И стал Осматривать Пострадавшего Ник Вдруг почувствовал Зуд В ладони Склонил Голову На бок В кулаке Был зажат Кусок Серой материи Ауры Монстра Которую Он Инстинктивно Схватил Когда Падал Ник Довольно Улыбнулся Это Настоящие Чудеса Но Аура Начала Просачиваться Сквозь пальцы И постепенно Растворяться В воздухе Похоже Сильно Ты его Приложил Смотри Как улыбается Вепрь Подошел К Нику И с интересом Начал Рассматривать Его Вы Это Видите Ник Стал Радостно Махать Зажатым Кулаком С Аурой Перед Собой Чудеса Какие Это Творятся Смотрите Скорее Пока Не Закончилось Вот У меня В кулаке Ну Все Приплыли Стрелка Опустила Ствол И Уперло Прикладом В землю Умом Тронулся Ник Серб Я Тебя Начинаю Бояться Слишком Резкий И Быстрый Стал Да Вроде Не Сильно Дернул Начал Оправдываться Серб Не Не Я Нормальный Серб Меня Дернул А я Его Этого Кусача Ухватил За эту Фигню Ну Ауру Его Что Ли Ну Он И Сдох Сразу Тут же Подбежал Фил Похоже На Правду Чуял Я Кусача Но Слабо Умирал Он А потом Резко Копыта Откинул Подтверждаю Вот А я Что Говорю Живой Он Еще Был Серб Победоносно Осмотрел Присутствующих Я Ник Азберек Вовремя Значит Походу Он Бо И Без Тебя Тут Справился С догадкой Рассудил Фил Я Говорил Что Не Ошибаясь Никогда В людях Радостно Оглядел Команду Вепрь Дару Нашего Новичка Открылся Да Не Абы Какой А Боевой Ник Да Опять Ник Разжал Кулак И С Сожалением Осмотрел Ладонь Остатки Ауры Улетучились Окончательно Прошелся По лицам Команды Стрелка В недоумении Фил И Вепрь Излучали Радость Серб Глядел Сомнением Протянул руку Вепрь Мощным Рывком Поставил Его На Ноги Все Нормально Живца Глотни Вепрь Протянул Свою Флягу У меня Позабористее Будет Ник Прислушался К ощущениям Действительно Накатывала Жажда А в голове На одной ноте Непрерывно Слышался Протяжный Писк Похожий На звук Далекой Сирены В висках Молотками Отбивали Марш Он Принял Фляжку И Сделал Два Жадных Глотка Напиток И Вправду Был Сильно Концентрированным Как По доле Спиртового Напитка По вкусу Напоминающего Коньяк Так и По количеству Спаранов Не противный Сдобрено Настоем Трав Этот Вкус Ник Узнал Его Такой же Аромат Как у Фирменного Живчика В Восточном Экспрессе Только Мощнее Крутая Вещь Симптомы Вмиг Как рукой Сняла Вкусный Ник Вернул Флягу А то Крестный Мне Подгоняет Иногда И Хватает Надолго Это Дар У меня Открылся Тот Самый Ага Тип Того Фил Стал Задумчиво Размышлять Ты Вытягиваешь Жизненные Силы Из Противника Я Про Такое Что-то Вроде Слышал И То На Уровне Баек И Дар Сразу Сильный Проснулся Да Ты Уникум Хотя Может У тебя Все По Другому Я Не Понял При Чем Здесь Уши Не Удивляйся Это Отработанный Механизм Запуска Дара У всех Иммунных Привязываешь К определенному Умению Какое Нибудь Действие Кто-то Ушами Шевелит Другие Морщат Нос Подмигивают Пальцы Поджимают И так Далее Лучше Всего Делать Скрытые Знаки Чтобы Никто По твоему Виду Не догадался Что Ты Запускаешь Дар Так Безопаснее Так Что Щелчок Пальцев Демаскирует Конкретно А если Тебе Их Откусят Или Отстрелят Придется Привязывать Новое Действие Что Неудобно В экстренных Случаях Рассмотри Как вариант Необычное Движение Языком Например Стрелочка А мне Покажешь Пару Таких Движений Фил Подмигнул Девушке Острые Языки Тоже Укоротить Могут Хмыкнул Серб Не отвлекаясь От разделки Спорового Мешка Твари Так Подскажу Дельный Рецепт Языки Прикусили И за Работу Вепрь Строго Глянул На Фила И так Время Потеряли Из графика Выбились Пять минут На сборы Шевелимся Стрелка Задорно Показала Язык Филу Достала Нож И подошла К ближайшему Телу Пойдем Покажу Как потрошить Споровые Мешки Вздохнул Фил И призывно Махнул Нику Ладонью Склонились Над телом Лотерейщика Смотри Вскрываем Эту шишку На затылке Напоминает Дольки Чеснока Спарываем Их По границе Посередине Здесь Легче Всего Это можно Сделать И разводим В стороны Видишь Ничего Сложного Вот Четыре Спарана Горошин Нет Ничего Удивительного Молодой Еще Не созрели Внутри Сухо Потрогай Прикольно Да Все Вынимай Спараны Черную Паутинку Тоже Можно Выкинуть Она Почти Бесполезна У Начинающих Зараженных Вот Если Завалить Элиту То Там Добываются Янтарные Нити Из которых Делают Спек Наркотик И мощное Средство Для Регенерации И Анестезию Фил Объяснял Все Это Так Буднично И С Невозмутимым Видом Как Будто Только Что Вскрыл Банку Тушенки И Изучал Ее Содержимое Эта Книга Озвучена На Ютуб Канале Терабайт Историй Подписывайся На Первый Источник Ник Внимательно Изучал Состав Эти Навыки Навсегда Станут Неотъемлемой Частью Его Жизни Вулья Надо Учиться Быть Может Десятки Сотни Или Тысячи Раз Придется Делать Привычное Движение Ножом Чтобы Спасать Себя Или Других Иммунных Через Полчаса Броневик Несся По Грунтовой Дороге Поднимая За собой Столб Пыли Команда Подробно Расспросила Ника О его Даре Так Что У него Даже В горле Пересохло От Пересказа Случившегося Самое Удивительное Было То Что Цвет Ауры От Иммунных Был Белым А Тварей Темным Вот Было Здорово Если Бы Ты Еще Врагов Различал Вроде Маскировки Зеленые Свои Красные Чужие Как В Компьютерной Игре Ты Как Я Сенс Получается Только Боевой Какой То Фил Начал Рассуждать Рассматривая Ника А Энергию Эту Ну Ауру Куда Дел Никуда Не Дел Растеклась Она Как Вода Сквозь Пальцы А Если Ты Обратно Накинешь Ауру На Мертвую Тварь Не Унимался Фил Может Она Оживет Типун Тебе На Язык Скинулся Вепрь Еще Чего Не Хватало Думаю И Правда Не Стоит Экспериментировать Лучше Я Сначала Знахарю Стойки Стрелка Засмеялась Развивать Его Надо В первые Дни Активно Не Бойся Ставил Свои Пять Копеек Серб Разгон Дать Надо Так Сказать Впереди Дома Показались Село Что Ли Какое Болт Отвлек Всех От Разговора Сбавь Скорость За сто Метров Остановишься Вепрь Продублировал Приказ Понижающим Жестом Ладонью И обратился Назад В салон За Филом Контроль Ник Заходит В деревню Остальные На Прикрытии Машина Остановилась Наступила Тишина Ник Выпрыгнул С задних Дверей И неспешно Направился Вперед Держа Автомат Перед Собой На Изготовке Клевец Болтался На Поясе По Виду Населенный Пункт Напоминал Маленькую Глухую Деревеньку Домов На Тридцать С одной Центральной Улицей Виду Домовладений Был Жалким Распахнутые Двери Разбитые Стекла Окон Навивали Тревогу По улице То здесь То там Виднелись Раскиданные Вещи Полная Безнадега Ник Остановился Между Первыми Домами Два Бегуна Появились Ник В пятидесяти Метрах Впереди От тебя Направляются В твою Сторону Понял Жду Ник Управишься Одним Клевцом Вепрь Вышел В эфир Боевого Крещения Толком И не было У тебя Мы Прикроем Если что Давай Сынок Справишься Легко Ладно Ник Стащил Автомат И положил В сторону На землю Достал Клевец За нами Еще Движение Вроде Бегун Тоже Держится В стороне Вепрь Одновременно Жестом Показал Остальным Убрать Оружие Команда Уставилась На главного С удивлением В ответ Получили Знак Отключить Связь Он Справится Не ссыти Подытожил Вепрь Ему Дар Развивать Надо Стрелка Раздраженно Схватила Винторез Открыла Люк В крыше Высунулась Наружу И включила Гарнитуру Ник Я прикрываю Все под контролем Вот Неугомонная Хлопнул себя По ноге Ладонью Вепрь Ник Присел Из одного Двора Метрах в сорока От него Озираясь По сторонам Быстро выбежали На улицу Двое По виду Это были Мужчина И женщина Обе твари Были замызганы Бурыми пятнами Крови От лица До ног У мужчины Приспущены Джинсы Видимо Он достаточно Навалил В них Так Что они Свисали Сзади Приличным Кулем Из-за чего Не давали Быстро Передвигаться Стягивая Бедра Женщина Наоборот Вела Себя Активно Передвигалась Заметно Быстрее Своего Спутника Просторная Юбка Избавила Ее От проблем С посещением Туалета Но Ее Голые Ноги Измазанные В фекалиях Вызывали Отвращение Женщина Первая Заметила Человека На дороге И радостно Заурчав Побежала В сторону Ника За ней Не скрывая Восторженных Звуков От предстоящего Приема Пищи Ковыляя И нелепо Расставив Стороны Ноги Погнался Мужик Вепрь Там Параллельным Курсом За домами Третий Бежит Старший Походу Контролирует Похож На лотерейщика Ждем Пока Не вмешиваемся Ник Принял Боевую Стойку Пальцы Нервно Перебирали Рукоять Клевца Стратегическим Мышлением Твари Явно Не обладали Женщина Заметно Вырвалась Вперед Что сыграло На руку Нику Расправиться По очереди С прыткой Парочкой Можно без труда Скорость Сближения Силой Направленного Ником Клюва И черепа Первой твари Была настолько Высокой Что ударная Часть Клевца Полностью Скрылась В черепной Коробке Твари И застряла В пробитой Дыре Тело Бежавшей Женщины Опадая На землю Увлекло За собой Оружие Как Назло Оно Под углом Внутри Черепа И никак Не вытаскивалась Оттуда Ник судорожно Стал дергать Клевец Пытаясь Стряхнуть С него Насаженную Голову Мертвячки Мужик Добежит До него Через Три секунды Не более Нужно Срочно Высвобождать Оружие Ник Уперся Ногой В шею Твари И силой Выдернул Клевец Из плена Голова Дернулась В последний Раз Хлюпнула Чмокнула И крякнула Звуками Ломающихся Костей На дорогу Плеснули Красно-серые Брызги На Нистовый Крик Разорвал Тишину Деревеньки Мужик Безвольной Куклой С торчащими За лба Клевцом Грузно Повалился Рядом С мертвячкой Ник Снова Увидел Темную Материю Вокруг Тел Она Быстро Истончалась И рассеивалась В воздухе Только Ник Склонился Над Мужиком И ухватился За клевец Как справа К нему Из-за Дома Метнулась Темная Тень Готова Работать Послышалась Быстро Протараторенная Фраза Стрелки В гарнитуре Но Никакого Ответа Не последовало Вернее Ник Его Не Услышал В эфире Повисла Тишина Ник В мгновение Понял Что Даже Если Он Вытащит Клевец Времени На Замах И тем Более Удар У него Не Хватит Автомат Лежал Далеко В стороне Монстр Длинными Прыжками Быстро Приближался Ник В последний Момент Пытаясь Укрыться Или Защититься Выставил Перед Собой Руку Чтобы Отстраниться В нелепом Блоке Остановить Хоть На долю Секунды Неизбежное Нападение Монстра И зажмурил Глаза Легкий Толчок В ладонь Будто Порывом Ветра Обдало Дальше Последовал Звук Падающего Тела Кубарем Перекатывающегося По земле И все Ник Не рвали На части И не поедали С большим Аппетитом Никто Не стрелял Стало Тихо Как будто Не было Схватки Ник Медленно Открыл Глаза В полуметре От него Неподвижно Лежал Монстр Лишь пыль Поднималась С земли С места Падения И торможения Ник Также Держал Руку Перед Собой А в трех Метрах От него В воздухе Парила Темная Полупрозрачная Материя Немногим Больше Твари Повторяющая Ее Контур Охренеть В гарнитуре Выдохнула Стрелка Ник Пошевелил Рукой И сжал Пальцы Материя Дрогнула И стала Уменьшаться В размере Плотность Ее Наоборот Увеличилась Чем больше Аура Сокращалась В объеме Тем темнее Становилось Ник Усилил Давление В воздухе Повис Клубящийся Черный Шар Размером С теннисный Мяч А что С ним Дальше Делать Как Можно Использовать Где Хранить Вопросы Носились В голове С бешеной Скоростью В руке Возникло Напряжение Как будто Ник Зажал В руке Мощный Кистевой Эспандр Пальцы Сами собой Стали Разжиматься Под натиском Неведомой Силы Кругляк Начал Раскручиваться На месте Утолщаться Будто В воздушном Шаре Закрутился Дымчатый Вихрь Сил Удерживать Мяч У Ника Не осталось Ладонь Окончательно Раскрылась Шар Внезапно Взорвался От напряжения И по воздуху Разошлась Дымка Которая Тут же Растворилась Без остатка У Ника В голове Зашумело Силы покинули Его И он Плюхнулся На дорогу Назад Нащупал Фляжку С живцом Скрутил Крышку С большим Усилием Поднес Тяжеленную Ёмкость Губам Влил Влил Немного Веперс 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 Немного Немного Веперс Немного Веперс Ему Ему Много Немного До появления Команду Одного Из основателей Восточного Костяк Стаба Состоит Из Тарана Кэпа Вепря Горыныча И Канта Есть и Другие люди На высоких Должностях Например Швед Управляющий Ведомственным Рестораном И какое Совпадение Нику Взяли на работу Восточный Экспресс Метродотелем Новенькую Да еще и Безблата Вот это И называется Попасть В струю Хотя Случайно Ли они Попали На эти Должности Размышления Постепенно Начали Размываться И становиться Бессвязными Ник Вдруг Обратил Внимание На старый Фотоальбом На полке Рядом С креслом Как он его Не заметил Раньше Взял в руки Перевернул Обложку И обомлел Сверху Красовалась Надпись Историческая Хроника Стаба Восточный Что за фигня Как это могло Попасть сюда Воскликнул Про себя Ник Стал Рассматривать На первой Странице Старательно Приклеенную Фотокарточку Вот костяк Стаба В полном Сборе Крупным планом Счастливые Лица Слева Вепрь Правее Кэп Таран Потом Горыныч С Кантом И их Сестра И жена Она Не лишена Привлекательности Интересно Как бы Она могла Выглядеть Сейчас Если осталась Бы в живых Глаза Такие Выразительные Ник Пригляделся В памяти Как хлестким Ударом Плетью По телу Впечатался Изучающий Его Взгляд Незнакомки В зеркале Заднего Те же Глаза Разрез Характерный Прищур Твою Мать Да Это Аида Воскликнул От изумления Ник Картинка Вдруг Задрожала И мгновенно Расплылась В воздухе Ник Открыл Глаза И поднял Голову Вепрь Тряс Его За плечо Рядом Стояли Фил и Серб Ник Ты чего Мучишь И дергаешься Кошмар С лотерейщиком Приснился Что ли Улыбнулся Вепрь Ник Осмотрелся В руках На полке Фотоальбома Нет Это был Сон Я знаю Кто такая Аида Пробормотал Ник Глава Восемнадцатая Западные Ворота Стаба Восточный Три Часа Боец Охранения Быстрым Шагом Приближается К караулке А кто Ворота Открывает Еще Жрано По графику Обратился Боец К дежурному С недоумением Я Открываю Дежурный Подошел К бойцу И резким Движением Ударил Его ножом В живот Боец С удивлением И ужасом На дрожащем Лице В немом Крике Попытался Убрать Нож Дежурный Свободной Рукой Обнял Бойца И вогнал Лезвие Еще Глубже Затем Резко Провернул На 90 Градусов Рукоять И рванул На себя Тело Содрогаясь И обильно Заливая пол Багровым Скатилось По стенке Ты точно Уверен Что это Она Вепрь Серьезным Видом Смотрел Нику В глаза Да На все 100 Да Что же Это Получается Жена Канта Она же Сестра Горыныча Она же Анна По какому Имени Я ее Всегда знал Все эти Годы Каким-то Образом Выжила И переметнулась Кмуром Не укладывается В голове Хотя Подожди Озарение Отразилось На его лице Так вот Почему Она сторла Память Новичкам И тебе Заметала Следы Ее могли Раскусить По фотке Вот Тварь А неделю Назад Мы их Крупный Лагерь Разбили Всего лишь В одном Дне Пути От Восточного Может Муры Планировали Осаду Стаба Фил Осторожно Выдвинул Предположение Селенок Бы Не хватило Возразил Серб Тяжелого Вооружения Не было Хотя Минометы Имелись Наши Немало Трофеев Выгребли Я не вижу Другого Объяснения Самый Близкий Объект Это Восточный Вепрь Снова Задумался Загадочно Осмотрел Команду И продолжил А теперь Главный Вопрос Знали ли Горыныч Или Кант Что Анна Аида Выжила Все Задумались Что Мы Имеем Вепрь Продолжил Во-первых Есть Предательница Помогающая Амуром Которая Знает Восточный Как Свои Пять Пальцев За последние Лет Пять Там Мало Что Изменилось Достраивались Гражданские Объекты В основном Во-вторых В стабе Которые Она планировала Захватить Живут Два Родных Человека Которые Потенциально Ну Чисто Гипотетически Могут Встать На ее Сторону В-третьих Если Горыныч Кант Не знают Ничего То Они Могут Повлиять На Анну В-четвертых Мы С этими Важными Знаниями Находимся Хрен знает Где В середине Пути От восточного До предполагаемой Базы Этих Тварей И в-пятых Связи С центром Нет Какие Будут Соображения Ну А если Разделиться Предложил Фил Броневик Один У нас В деревне Только Гужевой Транспорт Был Да и тот Сожрали Местные Болт Скривился И отпил Чая Из кружки По Карте Встречу Муром Выдвинемся Я Назад Не Поеду Стрелка Надулась И сложила Руки На груди Вепрь Тяжело Вздохнул Командир Ну Что Я Маленький Что Ли Чтобы Сопровождать Меня Быстрее Доеду Один Да и Вам Спокойнее Будет Вот И Договорились Раскинула Стрелка Руки В стороны Улыбнулась И вышла Из комнаты Я Еще Своё Слово Не Сказал Вообще То Ей Вдогонку Возразил Вепрь Я В машине Если Что Донеслось С улицы Грузимся Поехали В поселок Махнул Рукой Командир Разбаловал На свою Голову Детский Сад Через Два Часа Команда Подъехала К небольшому Коттеджному Поселку В две Параллельные Улицы Домовладений На 60 Каждая Не больше Треть Из них Еще Не была Сдана Или Достроена Где-то Не вставлены Стеклопакеты В проемах Для окон Некоторые Участки Частично Огорожены И так Далее Весь Ужас Происходивший В поселке После переноса Вулей Можно Было Наблюдать Невооруженным Глазом Двери Домов Калиток И ворота Гаражей В основном Были распахнуты Настеж По дороге Разбросаны Человеческие Кости Разного Размера Куски Одежды Дополняли Образ Кровавого Пиршества Бурые Следы И засохшие Лужи Команда Заходила В поселок Фил Доложи Что на Радаре Чисто Если не Считать Ползуна В одном Из домов Слабый Сигнал На улице Машин Нет Смотрим Дворы И гаражи Поселок Вымер Кто успел Спешно Покидал Это жуткое Место На автомобилях Но откуда Им знать Что дороги Из улья Не существует На первой Улице Кроме Старенького Жигуленка Бывших Строителей Ничего Не обнаружилось Перешли На вторую Все Два Дома Осталось Если Здесь Облом То будем Искать Сбежавших Шедшие Сзади Я бы Не стал Ответил Вепрь Беспомощного Убивать Нельзя Улей Наказать Может Зайдем Посмотришь На него Обычно Это Жалкое Зрелище Двухэтажный Коттедж Представлял Собой Куб Из бетона Из стекла Тяжелую Дверь Вскрывать Не стали Разбили Стеклопакет И вошли Внутрь А не похоже Что здесь Живет Семья Напоминает Больше Берлогу Холостяка Все Так Строго Оформлено Бывший Хозяин Еще тот Эстет Стрелка Обвела Взглядом Помещение Много Холостяков Знаешь Подколол Ее серп Двух Как минимум Соседи Мои Через Стенку Стрелка Открыла Ящик Острова На кухне Здесь Элитный Алкоголь Несколько Бутылок Серьезный Дядька Тут Обитал Забираем Отозвался Фил Из глубины Помещения Я Нашел Вход В подвал Ник Пошли Глянем Черт Закрыто Здесь Дверь Металлическая А зачем Что-то Закрывать Правильно Чтобы Никто Не попал Туда Интересно Сейчас Подсоблю Сзади Послышались Тяжелые Шаги Вепря Два Мощных Удара Сорвали Дверь Петель У Ника От Увиденного Демонтажа Отвисла Челюсть Сила Вепря Впечатляла Вниз Уходила Бетонная Лестница Метра На Четыре В нос Сразу Ударил Неприятный Запах Оно И понятно В заперти Неизвестное Количество Времени Находилось Существо Фил Спустился Внутрь И Присвистнул Подвал Большой Под всю Площадь Дома Да тут Жить Можно Вон Проектор Барная Стойка Опа Винная Полка Холодильничек Маленький Открывать Мы его Конечно Не будем Да здесь Пирушка Была Никто Включил Фонарь И двинулся Следом Беспорядок Бутылки Валяются Консервные Банки Да это Ползон Наверное Подъедал Запасы Пока Не Обратился А вот Кстати Он Вернее Она На диване Валяется Ник Подойди Глянь На барышню Да не Бойся Не Укусит Уже Сил Не Осталось Ник Подошел На диване Свернувшись Калачиком Лежала Девушка В блузке Бывшей По-видимому Белого Цвета Имени Юбки От Направленного В ее Лицо Луча Фонаря Она начала Закрываться И тихо Постанывать Фил Да это Человек Внешне Да Но Попробуй Ей дать Хоть кусочек Сырого Мяса И ты увидишь На что Она способна Нет Фил Ты не Понял У нее Белая Аура Она Девчонка Иммун по подушке, лицу и плечам. Она сделала несколько мелких глотков, и длинные ресницы немного приоткрылись. На Фила через узкие щелки уставились затравленные глаза. Девушка всхлипнула. «Все, все, воды пока хватит, много нельзя. Мы не причиним тебе зла, все хорошо. Я сейчас дам лекарства. Сделай пару глотков. Сразу полегчает». Фил взял флягу с живцом, приложил горлышко к губам девушки. Булькнула пару раз. Девчонка сглазнула, но тут же резко открыла глаза и закашлялась. «На свежий воздух ей надо». Серп подошел уже к финалу, но вопросов не задавал. Картина была ясная. Фил молча закутал незнакомку в покрывало, подхватил на руки и понес к выходу. Серп многозначительно обвел взглядом присутствующих и присвистнул. Сменную женскую одежду и обувь Стрелка раздобыла в соседних домах, а подбирать фасоны размеры она умела хорошо. Пока работал генератор и питал насос из скважины, новенькой удалось принять хотя бы прохладный душ. Через час София с командой «Вепря» на кухне пила чай. Девушка с ногами забралась на двухместный кожаный диван и держала чашку двумя руками. Сенс притащил плед и накрыл Софию. «Спасибо, Фил», мягко произнесла девушка. «Ну, у тебя тут похозяйничали немного», – Фил уселся рядом. «Это не мой дом», – девушка дрогнула и стала затравленно озираться по сторонам. «Тут больше никого не было? Это что, война началась?» «Вроде того», – Стрелка решила пока не нагружать Софию новой шокирующей информацией. «Мы – добровольческий отряд, спасаем гражданское население, а ты как попала в подвал». «А, ну да, тогда понятно, это позывные ваши, а я думаю, что за имена странные». Девчонка оглядела присутствующих и следом продолжила. «Да я познакомилась на сайте знакомств с одним мужчиной. По переписке вроде нормальным казался, галантный такой, обходительный, манерный. Примерно через месяц виртуального общения, предложил встретиться. Сюда привез. А когда я отказалась с ним на первом свидании… Ну, вы поняли. Накинулся и начал бить. Тут электричество отключили, а потом химикатами завоняло. Чем-то кислым. Тогда он меня закрыл в подвале. Сказал, что выяснит, в чем дело, а потом продолжит начатое. Я не знаю, сколько я пробыла там. Полная темнота. Кое-как на ощупь нашла бутылку воды, немного консервов. Пара банок всего была с кольцом. Остальные не смогла открыть. Голова болела страшно, тошнила. Потом просто лежала. Сил уже не было даже встать. И тут вы… Это Фил тебя нашел? Ник подмигнул товарищу. София благодарно кивнула Филу. Командир. Патриот на ходу. В отличном состоянии. Пробег почти нулевой. Этих мажоров хрен поймешь. Понакупят сто машин. На кухню из совмещенного с домом гаража вошел Болт. Вещи в него перенес. Можно ехать. Отлично. Спасибо, Болт. Вот, кстати, знакомься. София. С тобой поедет. Механик только пожал плечами. А куда мы едем? Безучастным голосом спросила новенькая. Ты с Болтом поедешь. В город. А мы на второй машине дальше. У нас задание. Так надо. Болт по дороге введет тебя в курс дела. Болт снова пожал плечами и пошел обратно, как ни в чем не бывало. София была еще слаба. Фил помог девушке дойти до машины и усадил в пассажирский отсек. Болт благоразумно загнал броневик во двор, так что новенькая не видела царящего ужаса в поселке. Плюс к этому уже вечерело. Терять драгоценное время на истории про улей не было. Дорога была каждая минута. Мы еще встретимся. Конечно. Через несколько дней мы вернемся. Спасибо тебе. Девушка неожиданно поцеловала Фила в щеку и, смутившись, быстро отвернулась. Подошел Болт и бесцеремонно закрыл дверь перед раскрасневшимся лицом Фила. Двигатель взревел, машина тронулась с места и скрылась за забором. Фил так и остался стоять на месте. А ничего, у тебя девушка. Сзади подошла стрелка, похлопала по плечу и направилась дальше, к внедорожнику. Следом прошел серп и показал Филу лайк. Болта отправили на броневике. Сзади подошел вепрь. Он считай один. Так больше шансов добраться до наших и прояснить обстановку. А мы, если что, отпор на таком аппарате сможем дать. Серьезных зверушек тут не водится. Ник, ты где? Давай за руль. Ездил на таком? Бывало. В основном на Ниве катался. Думаю, справлюсь. Вот и отлично. Так, команда. Окликнул вепрь остальных. Сегодня нам до темноты надо добраться до городского кластера. Не доезжая его примерно метров пятьсот, находится автозаправочная станция. Она как раз находится на границе кластера, в котором мы сейчас находимся. Там можно заночевать. Место открытое. Так нас на АЗС могут и срисовать, возразил серп. Так-то оно так. Но сзади никого, по идее. А впереди нас будет закрывать городской кластер. А местные увидят вновь появившуюся заправку, поедут смотреть, добавил Фил. Эта книга озвучена на ютуб-канале Терабайт Историй. Подписывайся на первоисточник. Разберемся. Особо прытких и шугнуть можно. Будем действовать по обстановке. Перезагрузка под утро будет, когда город спит. Город засыпает. Просыпается мафия. Хмыкнула стрелка. Хлопнули двери. Внедорожник рыкнул. Фил, как ты ее не различил с тварью? Спросил Ник, активно крутя баранку. Да слабая она была. Вот и перепутал. Бывает. А ты, значит, научился все-таки вызывать дар? Пока в поселок ехали. Тренировался. Каждый раз все лучше и лучше получается. Прогресс. Поздравляю. А какое действие привязал? Если не секрет. Сами ж подсказали недавно. Чтобы незаметно. Я ж пошутила про язык. Прыснула стрелка. И захихикала. Не карамельку за щекой изображаешь случаем? Серп гоготнул. Не в обиду, Ник. Шучу я так. Да ну вас! Усмехнулся Ник и сильнее вжал педаль газа. Все дружно заржали. Внедорожник выехал на прямую асфальтированную дорогу и набрал скорость. Стаб Восточный. 4 часа 18 минут. Таран! У нас ЧП. Говори, Кэп. Связь пропала во всем стабе. Только резервная телефонная линия осталась. Да и то не со всеми постами. Рации только у дежурных включены. Ночная смена с западных ворот не вернулась в расположение. Бойцы, которые пошли их менять, тоже не отвечают. Плохо дело. Давай по-тихому. Поднимай своих проверенных командиров. Надо выяснить, что у нас случилось. Тревогу пока не поднимай. Встречаемся в администрации. В эфире тоже молчим. Все. Действуй. Ну вот и дома виднеются в паре километров. А вон и бензозаправка. Ник всмотрелся вдаль. В черной внедорожнику одной из колонн стоит. Больше никого не вижу. Остановись-ка. Стрелка, Фил. Проверьте, что там. Я так далеко не вижу. Фил сделал усилие. Тут метров 300 примерно. Вокруг нас точно никого в моем радиусе. Стрелка вышла из машины. Скинула выхлоп. Ник приложила винтовку на капот и стала выцеливать потенциальных противников через оптику. Ничего страшного там нет, проговорила она, не сводя взгляды от прицела. Пусть ты ж в деловом костюме бродит у заправки. Спокойно ходит. Могу отсюда снять. Как раз и проверим. Есть ли кто еще. С такой пушкой любой снимет, проговорил Ник. Да и патрон жалко тратить. Вепрь только крякнул в бороду и подмигнул девушке. Остальные приняли выжидательную позицию. Стрелка одарила Ника насмешливым взглядом. Достала глок, дернула затвор и почти не целясь выстрелила в сторону заправки. Через пару секунд темная фигура у машины завалилась как подкошенная. Жалко представителей Гиннеса здесь нет. Зафиксировать новый рекорд. Усмехнулась Стрелка, убрала пистолет и с вызовом посмотрела на Ника. А так, любой снимет. Да как так-то? Замер Ник моргая. Углокоприцельная дальность от силы метров пятьдесят, наверное. Таланту нашей девчули, гордо заявил Вепрь. Меткость с гранью таланта корректировки пули в движении. Трудно объяснить, как она это делает. Тут с кинетикой немного завязано. Горыныч на добровольных началах открыл новую грань у меня. Тренировался на моем даре для какой-то там конференции знахарской. Стрелка уселась на место и закрыла двери. Можем ехать. Все чисто. Повезло. Эксперимент удался на славу, отметил Ник. Через пять минут команда осматривала заправку. Стандартный небольшой комплекс с павильоном-магазином, пятью топливораздаточными колонками, прикрытый общим козырьком. Все открыто. Смотрите, какая машина. Гелендваген. Серб залез на водительское кресло и погладил рулевое колесо, обтянутое кожей. Всегда о такой мечтал. Бензина почти нет в баке. Вот и заехал бывший владелец на заправку. А тут ему поплохело, видимо. Серб завел машину и поиграл оборотами двигателя, вызывая отробный рык из-под капота. Похоже, это тот хмырь, что Софию избил. Фил осмотрел труп. Первый парень на деревне, блин. Одет с иголочки, хоть и потрепанный уже. Давайте осмотримся для начала. Город в низине находится. Удобно. Вепрь достал бинокль и всмотрелся вдаль. Ник, подойди. Ну-ка глянь. Что видишь? Да это не город. Это часть города. Скорее, пара-тройка кварталов. На въезде отдел полиции. За ним пятиэтажка. Потом девятиэтажка в два подъезда. Дальше ничего нет. Через дорогу параллельно девятиэтажка свечка. Две пятиэтажки хрущевки. Так. А за ними торчит большая вывеска. Похоже на торговый центр. Да, точно. Две буквы ТЦ вижу. Так. И через дорогу три сталинки в два этажа. Во дворе сарае. А поодаль снова свежая двухподъездная девятиэтажка. Ничего подозрительного не увидел? Ну, если не считать обрезанного города, то вроде нет. Обычная жилая застройка. Двойка тебе. Ну как новичку прощается. Так, команда. Собрались. Смотрим на город внимательно. И говорим, что с ним не так. Фил и серп уставились в бинокле. Стрелка снова вскинула винтовку. Движения никакого. Полностью мертвый квартал. Если учесть, что перезагрузка случилась месяц назад. Так, резюмировал серп. Я догадалась. Сказать? Подожди. Еще Фил задачку не решил. Какой-то странный кластер. Пробормотал Фил. Не отрываясь от бинокля. Смущают старые постройки. Сталинки. Они выглядят необжитыми. Однако во дворе на веревке сушатся вещи. Такое ощущение, что там кто-то живет. Может, выжил какой бродяга? Или мур. Ладно, Стрелка, говори свою версию. Я заметила, что постройки очень старые. Им лет сто в обед. А остальной части квартала от силы лет тридцать. Не больше. Ну и что? Возразил Ник. У меня так в городке тоже было. Обычная картина. Да. Но, как заметил Фил, там явно кто-то живет. Рассушатся вещи. Случайный иммунный не сможет выжить в одиночку на кластере. Особенно, если его прошерстили муры. А значит, это их пособники. А если это муры, и они знают, что сегодня ночью будет перезагрузка, и они не уходят с этого места, то это стаб. Просто очень маленький. Размером в дворик из трех домов. Всем носы утерло на сегодня. Хохотнул Вепрь. Ребята, вы мыслите шаблонно. Улья этого не прощает. Включайте голову иногда. Пацаны ошаленно уставились на Вепре и стрелку. Я такое первый раз вижу, конечно. Но опыт не подвел. Сразу смекнул. Да, действительно. Очень удобно иметь перезагружаемый кластер через дорогу. Но и опасно. Твари набегают на свежее мясо. Поэтому не очень разумно здесь стаб отстраивать. Скорее всего, там может быть сторож Муровский, наблюдатель или смотрящий. На случай непредвиденных гостей. Рейдеров каких-нибудь. Приезжающих до начала перезагрузки. Будем их брать. Насторожился серб. Там должна быть рация для связи. Можем вспугнуть. И тогда теплый прием нам обеспечен. Тогда ждем ночи. Нормальные рейдеры в темное время суток по улью не ездят. Предположил Фил. Думаю, максимум вечером сторож отрапортует, что никого нет на горизонте. Я его, или их точнее местоположение найду. Серб мне поможет, если что. А можно отвлекающий маневр сделать? Предложил Ник. Есть предложение? Вепрь кинул скептический взгляд. Я подумал, что могу сойти за новичка. Так ты и есть новичок, подтвердила стрелка. А что? Переоденется в мажора, подъедет на тачке, попросит помощи. А там и мы из-за угла. Ну и как раз проверим, муры это или нет. А как проверить? Если они меня грохнут, значит муры? Ты им живой нужен. Фил успокаивающим голосом начал объяснять. Или тебя запрут до приезда мясников, а потом определят, в лучшем случае на ферму или разборку органов. Или начнут мозги промывать, вербовать. Во второе верится с трудом, конечно. Не смахиваешь ты на преступный элемент. Туда жалуют лиц из определенного контингента. Не бойся, прикроем. Командир положил ладонь на плечо Ника. Иди, переодевайся. Вроде мажорик не заляпал кровью костюмчик. А если и так, тогда более интересную историю придется тебе придумывать. А бензином не хватит доехать. Заправиться бы. А электричества нет. Пацаны помогут. Можно заправиться или с помощью ручной помпы. Или ведерко заборного для проб прямо из цистерны. Этот аппарат на 98-м ездит. Ну минимум на 95-м. Серп уже возился с крышкой приемного резервуара. Может себе его возьмем? Стрелку в ресторан повезу. В стабе офигеют. Ник, ты там поаккуратнее с тачкой, лады? Стрелка. Как вернемся домой? Приглашаю в Восточный экспресс. Закажу столик на втором этаже. Серп серьезно посмотрел Филу в глаза. Тот едва заметно одобрительно кивнул в ответ. Клок-стоппер расплылся в улыбке. Сегодня Улей расставил все на свои места. Я подумаю. Игриво отозвалась стрелка из глубины магазина. Команда, тут есть один нюанс. Вепрь в бинокль осматривал окрестности. Дорога в город одна, и она просматривается полностью со стороны стаба. Придется ехать на одной машине, либо обходить по большой дуге. По карте, если мне не изменяет память. Ник прищурился и отвел взгляд вправо. Севернее этих кластеров есть какое-то озеро или кусок водной артерии. Бьюсь об заклад. Там должны быть плавсредства. Да, кстати. А отсюда я не вижу это озеро. Заметил Вепрь. Спуск там какой-то есть. Хорошо. А если они там рыбу ловят, а мы подплывем на лодке? Тоже опасно. Но держим это в памяти на всякий случай. Значит, остается один вариант. Грузимся в Мерс. Он глухо тонирован. Разглядеть нас будет трудно. Доезжаем до города. В слепой зоне быстро выгружаемся. Потом Ник кружит по кварталу и невзначай заезжает в гости в стаб. А как я передам вам? Какая там обстановка? Рацию с собой нельзя брать. Оружие тоже. Я же по легенде новичок. Да к тому же гражданский. Приседать будешь? Нашелся Фил. Зачем мне приседать? Я контур тела могу видеть через препятствие. Забыл? Два раза присядешь, значит, муры. Три, можно наступать. А если они меня подвесят? Значит, подтягиваться будешь. Скорее всего, меня вырубят. И я буду пластом лежать. Такой знак. Понятен будет. Ник с недовольным лицом стягивал брюки с пустыша. Более чем. Улыбнулся Фил. Ладно. Делай повторяющиеся движения. Любое. Буду считывать. Я понял. Не маленький. В команде у меня одни конспираторы. Усмехнулся Вепрь. Давайте быстро перегружаем вещи, заправляемся и выезжаем. Фил. Патриот, загони за здание. На всякий случай. Стаб Восточный. 10 часов 31 минута. Третья часть стаба, а это вся западная сторона и выездные ворота под контролем неизвестных. Центральная дорога перекрыта. Там баррикады по обе стороны. Наша граница примерно по центру находится. Вот здесь. Кэп водил карандашом по карте. Внешней связи нет. Генераторы на западной стороне. Нас отрезали. Техники налаживают временное электропитание. Есть жертвы среди гражданских. О количеству не скажу. Части бойцов в казармах не оказалось. Человек 70 где-то. Полагаю, они на той стороне. Что это? Гражданская война? Народный бунт? Предательство? Таран размеренными шагами ходил по кабинету, заложив руки за спину. Пока никто из них не выступил с требованиями. Плевал я на их требования. Склад енота у кого? Пока ни у кого. На границе. Там как раз основные боевые действия проходят. Ни они, ни мы не можем туда попасть. Понял. Собирай штаб. Есть. Давай поворачивай в сторону отдела полиции. Логично, что новичок первым делом туда поедет. В поисках защиты. Все готовы? Все закивали. Увидел одного человека мельком. Все. Пропал с радара. Больше не чувствую никого. Фил вздохнул. Ну, хоть какие-то новости. Значит, мы попали в точку с этим стабом. Машину уже срисовали. Выгружаться быстро будем. Тут и ежу понятно, что здесь полисменов нет. Тишина в квартале была гробовая. По улице как будто ураган прошелся. В домах разбитые окна. По улице раскиданы вещи. Одежда. Тут и там останки людей и домашних животных. Застывшие аварии множество машин на ближайшем перекрестке. Так и не дождавшиеся помощи. Особое внимание привлекали следы от попадания пуль на автомобилях и стенах домов. Особо пострадал отдел полиции. Видимо, служители закона до последнего держали оборону участка. Кластер был зачищен в ноль. Внедорожник свернул ко входу в отдел полиции и остановился. Команда высыпала на улицу, быстро вытаскивая оружие и вещи. Все, удачи. Вебарь пожал руку Нику. Так, сверим часы. Сейчас восемь вечера. Если Филу не сможешь дать знак, то через два часа будем штурмовать. Ух ты, ну и часы у тебя крутые. Золотые что ли? Похоже на то. У того мажора снял. Муры, но эти безделушки падкие. Как сороки, гребут золотишко для внешников отовсюду. Все, давай. Ник свернул за угол. Нужно покататься тут, заодно рассмотреть квартал. Через два дома городской перекресток превращался в примыкающие к друг другу повороты, асфальтированной и проселочной дорог, как будто два бумеранга сложили носами. Ник свернул влево, решив ехать по главной дороге. Впереди глазам открылся двухэтажный торгово-развлекательный центр. Ник присмотрелся. Название. Убила наповал. Улей. Рядом с большими буквами изображен домик с множеством литков и стоящий рядом улыбающийся пчелой, держащий ложку веретено для меда. По замыслу дизайнеров, торговый центр был исключительно полезным для этого района и был местом притяжения множества людей, но в условиях переноса в настоящий улей название выглядело зловещей насмешкой. Единственным целым нетронутым объектом являлось электронное табло-баннер, размером не менее 15 на 10 метров. Возможно, экран использовался не только в рекламных целях, но и для показа фильмов или трансляций, так как повернут был в сторону парковки и держался на мощном столбе высотой около 18 метров. Сейчас же баннер показывал только черноту. На стоянке царил хаос. Два длинных ряда машин сгорели дотла. Черные остовые автомобилей, как выпавшие из печки угли, красноречиво передавали ужас прошедших событий. Нет пожарных машин, карет скорой помощи или МЧС. Спальный район с одним маленьким отделом полиции отдан целому улью на растерзание, без малейших шансов на спасение. И так каждый месяц, из года в год, несколько сотен людей погибает просто так, как дрова, подкидываемая в топку. Осматривать торговый центр не было ни малейшего желания. Ник остановился. Больше тут делать нечего. Через улицу находится стаб. Ник обогнул парковку торгового центра с правой стороны и остановился на перекрестке. Впереди двухподъездная девятиэтажка. Направо, к асфальтированной дороге, примыкает грунтовая и уходит далеко в поля, а ему сейчас налево. В двухстах метрах располагается первое двухэтажное потрепанное здание цвета охры, со сбитой во многих местах штукатуркой, обнажившей кирпичную кладку, с двухскатной черепичной крышей и неизменным для сталинок слухового окна в кровля. Ник тихо тронул машину с места, в сторону стаба. В жилах застыла кровь. И он начал глазами выискивать открытые окна и торчащие из них стволы, готовые в любую долю секунды выстрелить в непрошеного гостя. В него, то есть. Но стаб молчал. Ник нарочито остановил машину посередине дороги. Чтобы не показывать, что он специально подъехал к Сталинке, вышел на улицу и заорал. «Люди! Есть кто-нибудь живой? Помогите!» Краем глаза он заметил, что на втором этаже едва колыхнулась занавеска. Он не стал реагировать, а пошел неспешно дальше, выражая усталый и измученный вид. Наблюдательный центр обнаружен, про себя отметил Ник и побрел внутрь двора. Здесь явно присутствовали следы проживания мужчины. Во дворе на веревках развешаны брюки, футболки. Ник подошел к подъезду. Снова тишина. На лавочке стояла пол-литровая стеклянная банка с бычками от папирос. «Была не была!» Подумал про себя Ник и решительно зашел в подъезд. Скрипнул защатый пол под ногами. Тишина. «Есть кто дома?» Ник крикнул и стал подыматься по скрипучей лестнице. Сзади послышались голоса его команды. В подъезд спокойным шагом зашел вепрь. За ним Фил, Стрелка и Серп. Ник ошарашенно посмотрел на них и приложил палец к губам. «Да нет здесь уже никого!» ответил ему Фил. «Да как нет-то? Там вверху кто-то есть!» прошипел от досады Ник. «А вы как к себе домой завалились!» «Не заморачивайся!» «Если и был, то сбежал!» «Я никого не чую!» «А мой радар меня никогда не обманывает!» «Да я видел, как занавеска двинулась!» возмутился Ник. «Как это он мог так быстро скрыться?» «Сквозняк, наверное!» Вепрь стал подниматься по лестнице. «Давайте осмотримся, что ли, для начала. Ищем рации, оружие и экипировку. Надо выяснить, кто тут обитал!» Поиск ничего не дал. Следы присутствия рейдеров и лемуров так и не обнаружились. Только один из трех домов выглядел обжитым. Видно, что недавно в нем кто-то обитал. На кухне было чисто, имелся запас овощей и различных консервов. Спальня была менее прибранной, но в целом трехкомнатная квартира на втором этаже была уютной и пригодной для комфортного проживания. «А если хозяин или хозяева вернутся? Им не понравится, что мы тут без разрешения остановились!» взволнованно проговорила Стрелка. «Думаю, мы с ними договоримся!» Погладил серп рукоять Шотеля, висевшего у него на поясе. «Ясно дело, стаб этот обитаемый!» отхлебнул Чайфил. Но в последний момент хозяин решил не встречаться с непрошенными гостями. И самое главное, этот кто-то не боится, что стаб могут занять чужаки. «Хочешь сказать, что хозяин может в любой момент нас выкинуть отсюда?» Вепрь приподнял одну бровь. «А почему муры здесь до сих пор не сделали временную базу?» предположил Ник. «Или место неудачное, опасное?» «Проклятые!» прошептала Стрелка и прикрыла рот рукой, испугавшись своих же слов. «Так, команда, не нагнетаем! Быстро ешьте, а я пока обрисую нашу диспозицию!» Квартала ведет одна дорога с северо-востока. Крайние здания – это девятиэтажка и торговый центр. Разделимся так. Первый наблюдательный пункт – крыша девятиэтажки. Стрелка и серп туда. Я буду на торговом центре. Фил и Ник останетесь в стабе. В 4 часа произойдет перезагрузка квартала. В 4 часа десять минут занимаем точки и ждем. В это время большинство людей спит. Торговый центр пустой. Пара охранников не в счет. У нас задание – разведка. Вепрь вздохнул. В комнате повисла тишина. «Командир!» – серп махнул рукой. «Я ехал не на разведку, а надрать задницы тем, кто унес жизни наших людей. Фил и Стрелка согласно махнули головами. «У меня тоже счеты не сведены вообще-то», – отозвался Ник. «Не команда, а горячие головы», – сплюнул вепрь, взял на автомате подвернувшуюся на столе пачку сигарет, выбил из нее одну и нервно закурил. «А хозяин-то курящий здесь живет», – обратила внимание Стрелка на сигареты. «Неосторожничает!» «Да, выходит так, что не боится ни Муров, ни тварей», – подтвердил Фил. «Не хотелось бы с ним встретиться!» «Скорее бы перезагрузка!» «Никогда так не ждали ее!» – кивнул серп. «Так, ладно, команда, дождемся Муров, будем их брать!» «Вепрь затушил недокуренную наполовину сигарету в пепельнице». «А уж я из них выбью всю информацию, а пока отдыхаем!» Глава девятнадцатая Паразит улья, подавленный иммунной системой, не поражает мозг носителя, но продолжает исполнять защитную функцию организма зараженного. Клиническими испытаниями подтверждено, что применение лекарственных средств не влияет на эффективность лечения пациентов. «Так, например, установлены случаи стопроцентных безмедикаментозного выздоровления новичков, зараженных такими вирусами, как Эбола, птичий грипп и коронавирус». «Из общего справочника знахаря. Стаб восточный. Двадцать часов». «Докладывай. Тут еще проблема нарисовалась. Час от часу не легче. Что там? «Завтра наши соседи должны тяжелую технику подвезти. Караван третий день в пути. Ну, по договору последнему». «Ну, значит, они не поедут к нам в стаб». «Вот именно, что им ворота могут открыть и захватить. Вот тогда нам точно кранты. Пока мы держим оборону. Но расстановка сил может поменяться». «Да твою ж мать! Выводи патруль. Направляй срочно навстречу каравану в объезд». «Поздно. Разведка доложила, что нас окружают. Муры это». «Что из техники на нашей половине есть? Из серьезного на римбазе пара БТРов. Танк Т-72. Один Урал. Механики возятся, но все не на ходу. Если и закончат, то не скоро. А так, только легковые внедорожники. Пусть попробуют хотя бы из двух БТРов один собрать. Отправим навстречу каравану. Их предупредить надо. Да. И надо узнать, кто у них главный. Возьмите любого из них живым. Сегодня ночью делайте. Есть». «Перекресток трех кластеров. Двести километров до стаба Восточный». «Восток! Я первый! Прием! Восток! Я первый! Прием!» Настойчиво повторял Болт в рацию. «Не слышат!» – всхлипнула София с зареванным лицом. «Ничего не понимаю. В эфире вообще тишина. Даже помех нет. Как будто у них рация отключена. Ты как, отошла уже?» «Так!» – девушка покачивалась, смотря в окно и обняв колени руками. «Теперь понятно, почему Фил не стал рассказывать, где я очутилась. Иначе не согласилась бы ехать с вами одна. Я очень испугалась, когда та тварь напала на машину». «Они очень спешили на задание. А Фил таких зверушек пачками валит. Не бойся, я ее пристрелил. А за такой броней вообще не должно быть страшно. Попробую достучаться до стаба еще раз. Если не получится, поедем поближе». «Ага, хорошо!» – кивнула София. «Ник, иди глянь в окно. Наверное, никогда не видел перезагрузку со стороны». «Фил махнул рукой. Красиво и в то же время смертоносно. Сначала еле видны электрические разряды. Пахнет озоном, как после грозы. Сплошная физика и химия. А теперь начинается настоящая магия. Густой туман накрывает все вокруг. Что там сейчас делается, не знаю. То ли копируется часть параллельного мира, то ли переносится». «Скорее страшно. Неизвестность всегда пугает». «Команда, готовность номер один. Выходим втроем. Фил, Ник, схоронитесь здесь. Будете на прикрытии. Тварей не привлекайте. Все готовы». «Вепрь» напоминал ходячий танк. «Печенек» с системой бесперебойной подачи боепитания в рюкзаке почти на 500 патронов, плюс одна увеличенная обойма на 200. На поясе огромный томагавк, пистолет и нож, разгрузочный жилет с отвисшим под сумком. Тоже указывали на опасное содержимое. Серп, кроме своего вихря, повесил на плечо выхлоп стрелки и рюкзак с боекомплектом. Взял с собой шоттель. Девушка же была налегке. Винторез и разгрузка с запасными магазинами. «Может вас подвезти?» «Нет, Ник, не надо. Я грузиться и вылезать дольше буду из машины. Застряну еще. Тут метров 150 до торгового центра. Перебежками доберемся. А внедорожник лучше не светить. Пусть в сарае пока стоит. Все, погнали. Да поможет нам Улей». На перезагрузившемся квартале только что шел дождь. По улице растекались ручьи, а с водосточных труб стекала оставшаяся вода с крыш. Пахнула свежестью. Ранний час и дождь, видимо, загнали людей в дома, что сыграло на руку троица бойцов, крадущихся к своим назначенным точкам. Стрелка и серп подбежали к двери подъезда и остановились подстраховать вепря. Крупная темная фигура, тяжелой поступью, быстро направлялась к черному входу. «Стрелка, глянь на КПП. Там кто-то есть». Навстречу вепрю из стеклянного поста охраны вышел сторож в черной маске, закрывающий рот и нос. Он было вскинул руку, но тут же упал. В центре лба появилась дырка. «Дальше чисто», – отозвалась в рации. Вепрь, почти не снижая скорости, ухватил зашиворот сторожа и закинул тело обратно на его рабочее место. Захлопнул дверь и побежал к двери. «А чего охранник маски-то был? Больной, что ли, он?» «Серб, да черт его знает. Ну, уже точно не больной. Все, я вхожу. Можете подниматься». «Ребят, тут в подъезде везде развешаны объявления о соблюдении режима самоизоляции. Карантину, гигиены и прочей ерунды. Тут что-то серьезное случилось. Может, биологическое заражение? Не зря охранник в защитной маске был». «Стрелка, не бойся. Иммунным никакие вирусы не страшны. Наш паразит не потерпит в организме конкурента. Факт», – успокоил Вепрь. Дверь на девятом этаже на удачу Серпа и Стрелки была открыта. Шуметь не пришлось. Выбрав место без луж, они разместились на краю крыши. Сверху открывался отличный вид. Торговый центр, как на ладони, как и остальная часть квартала. Вот Вепрь отворил дверь шахты на крыше и направился к огромным буквам. Через несколько секунд в эфире послышался заливистый смех Вепре. «Улей, блин. Они торговый центр «Ульем» назвали. Ребят, слышите? Трындец». «Я видел уже. Тоже офигел. Забыл вам рассказать», – усмехнулся Ник. «А пчела рядом с надписью на месте?» «В этот раз нет. Просто деревянный домик для пчел. Ладно, все, посмеялись и хватит. Молчим, наблюдаем». Еще около получаса вокруг кластера и внутри ничего не происходило. Первый истошный женский крик раздался из окна пятиэтажки по соседству с торговым центром. Как будто по цепной реакции квартал начал оживать, дополняя новые страшные звуки. Шесть жилых домов, служащих людям местом жительства и их убежищем, теперь напоминали гудящие ульи. Только сейчас там были уже не пчелы, а шершни. На улицу тут и там стали выходить жители, многие в медицинских масках. Кто-то бесцельно бродил, другие уже точно знали, что им делать. Пожирать себе подобных или братьев меньших. Через некоторое время послышались хлопки со стороны отдела полиции. Хаос окончательно поглотил квартал. — Какой спокойной перезагрузки в городском кластере я еще не встречал, — проговорил серп. — Может, всеобщий карантин на руку сыграл? — Сплюнь, спокойная перезагрузка ему, накликаешь еще беду. Стрелка, что у нас на горизонте? — Пока ничего, тихо. — Не нравится мне это. Фил, все нормально? — Пару любознательных пустышей пришлось успокоить. — Хорошо, команда, смотрим на все 360. Обо всем подозрительном сразу сигнализируем. — Вижу движение какое-то, но не с той стороны, откуда мы ждем. — Стрелка, направление. — Юго-восток, примерно в паре километров отсюда, в лесу. — Как будто тяжелая техника прорывается. Не уверена пока, верхушки деревьев потряхивает. — Куда движется? Я пока ничего не вижу. До леса тут метров пятьсот. — Сюда, как будто волна. — Ширина волны. — Метров двести, примерно. — Команда, это Орда. Мать ее, Орда. Серб, бери стрелку, гоните сюда. — Вепарь прорычал в гарнитуру. — Давайте к озеру. — Вепарь, я уже посмотрела. Нет там лодок, а я плавать не умею. Еще неизвестно, какая там глубина. Может, по колено всего. Кусты вон из воды везде торчат. Больше на болото похоже. Наступила пауза. — Команда, схорониться не получится. Слушайте мой приказ. Прорывайтесь назад. — Я задержу. Плюс к этому. Они тут немного повеселятся в квартале. Успеете отойти. Выполнять. Не слышу подтверждения. Снова наступила пауза. — Не будет подтверждения, командир. Мы остаемся. Жди. Я и стрелка уже спускаемся. Сейчас будем у тебя. Мы отключаемся. Конец связи. Таких забористых матерных слов в сложнейших вариациях и сочетаниях Ники еще не слышал. Виновники, конечно, пропустили эту тираду, отправленную в их адрес. Серп взял на себя переноску всей груды вооружения. Отбиваться от наступающих пустышей пришлось в стрелке. Два ствола на 17 патронов каждый. Несколько запасных магазинов. Быстрые ноги и острый глаз. Что может быть лучше для девушки в улье? Каждая очередная цель — всего один выстрел. На 100 метрах от дома до торгово-развлекательного центра пришлось наследить прилично. Весь путь был усеян трупами пустышей. Вепрю ничего не оставалось, как встречать нежданных гостей у черного входа. Дверь тут же забаррикадировали. В нее через несколько секунд забарабанили многочисленные удары. «Какого хрена вы творите?» — рыкнул вепрю. «Извини, не могли мы уйти. А покажешь, как управляться с печенегом?» Как ни в чем не бывало, спросила стрелка, переводя дух. Вепрю серп удивленно переглянулись и осклабились. «Ты сумасшедшая!» — восторженно проговорил серп и добавил. «Как и я!» «А покажу. Бегом за мной!» «Командир, это Фил. К вам пустыши потихоньку стягиваются. Немного. Особей 150. Могут еще добавиться. Некоторые в квартирах заперты. Не могут выбраться. К вам пройти не сможем». «Нормально. Оставайтесь там. Выбирайтесь на крышу повыше. Оттуда помогать будете огнем. Скоро будет жарко. Пока не отсвечивайте». «Принято!» Стаб восточный. 23 часа 5 минут. Звонок в кабинете главы стаба разорвал тишину. «Откуда звонок? Нам же все отрубило!» Таран глянул на безопасника. «Не знаю. Это же наша внутренняя линия». Таран снял трубку. «Слушаю». «Твои люди, которых ты послал сегодня ночью, мертвы». Неизвестный голос менторским поучительным тоном растягивал каждое слово. «Хочешь узнать, кто главный?» «Можем устроить переговоры. Если хочешь спасти побольше жизней, то подумай. Время тебе до 8 часов утра. Жди звонка». «Ты кто такой, мать твою?» «В ответ раздались лишь короткие гудки». «Кэп. С какими точно зданиями? У нас внутренняя телефонная связь. Ее почти не меняли с момента основания стаба». «Так. С казармой, с тюрьмой, больницей, военным складом, восточным экспрессом. Плюс у меня дома линия. В том году проложили». «Все эти объекты у нас под контролем. Ну, кроме военного склада. Направь людей. Пусть проверят». «В то же время. Дорога. Сто километров до стаба восточный». «Восток. Я первый. Прием. Восток. Я первый. Прием». «Болт с досадой кинул бесполезную тангенту. Сложил замком руки на руле. Сверху уперся подбородком и уставился в окно. Как назло, за все время не встретилось ни одного патруля. «Куда все запропастились? Обычно по этой дороге много кто катается из Восточного», — мелькнула мысль у «Болта». «Вокруг сгустилась ночь. Передвигаются по ночному улью только самые крутые рейдеры, сумасшедшие, незнающие новички и те, имя которых нельзя называть. Неизвестно, кто может скрываться в темноте, а охотники и твари ночью по желанию улья легко меняются ролями». «Болт оглянулся. На ряде кресел, под пледом, мирно спала девушка. «Софа, проснись!» «А? Что такое?» Девушка приподнялась и убрала с лица спутавшиеся волосы. «Пересядь на пассажирское сиденье впереди и пристегнись. Будет трясти». Болт завел двигатель. На край крыши торгового центра легли печенек, винторез, выхлоп и весь боекомплект. «Вепрь, а ты с чем будешь встречать гостей?» Серб помогал Стрелке оборудовать огневую точку. Командир снял с пояса томогавк и много значительно посмотрел на крестников. «Вепрь, не дури! Стрелка, скажи ему!» «Серб! Я стрелок средний, а вот это...» «Вепрь с легкостью крутанул массивный топор в руке и плотоядно улыбнулся. «Это мое! Во вторую руку надо только что-то придумать. Да, вот еще что. В этом пенале три красные жемчужины. Это аванс за наш рейд. Я не говорил, хотел сюрприз потом сделать. Берите по одной и принимайте сейчас, чтобы я видел. Без допинга можем не справиться. Это приказ». Серб снял с плеча вихрь, положил рядом с остальными стволами, подошел к вепрю, запустил пальцы в пенал, выловил жемчужину и тут же закинул в рот. «Я так-то тоже средний стрелок». Серб взял в руку шотель, оставшись в разгрузочном жилете. «А мощь и ловкость – это уже что-то». «Твою мать!» – хлопнула стрелка ладонью себе по лбу. «Толкиенисты хреновы!» «Но ты же нас прикроешь!» – резонно спросил вепрь, протянул коробочку стрелки и тут же добавил. «А кто такие толкиенисты?» «Потом расскажу как-нибудь». Стрелка тоже закинула шарик в рот, обняла вепря за предплечье и прижалась щекой. «Я постараюсь, папа». Вепрь замер. Потом нерешительно, рывками, поднес огромную ладонь к голове стрелки и провел пятерней по волосам. На кромке леса появились первые твари. Серб присвистнул. Вепрь тут же отстранился от стрелки, проморгался и крякнул. «Серб, за мной!» Вепрь, пряча взгляд от девушки, резко скомандовал и уверенным шагом направился к выходу, на ходу закидывая в рот жемчуг. «На втором этаже я видел магазин «Спортмаркет». По пути забежать надо, прибарахлиться!» Серб стремительно приблизился к стрелке, поцеловал в губы и, развернувшись, побежал вслед за командиром. «Серб, я согласна!» Вдруг крикнула она удаляющемуся воину. «На что?» Тот остановился в дверях и оглянулся. «На свидание в ресторане!» Серб улыбнулся и скрылся за дверью. Раскрасневшаяся стрелка развернула кепку козырьком на затылок, осмотрела оставленное ей богатство в виде стволов и с нетерпением потерла ладошки. Энергия от принятой жемчужины плескалась внутри нее, ища достойное применение. Толстостенное стекло раздвижной двери магазина «Спортмаркет» рассыпалось на осколки от удара топором. «Что мы тут забыли? Решил подкачаться немного?» «Да, сейчас тренировка у меня начнется», усмехнулся вепрь. «Берем спортивные снаряды в виде блинов, штанг, гирь и выбрасываем во двор». Толпы пустышей, потеряв цель, тупо стояли на заднем дворе и уже начинали беспорядочно расходиться по разным сторонам. Преимущественно их привлекали мертвые тела, разбросанные неподалеку. Но звуки разбитого окна на обратной стороне торгового центра и скидываемых металлических предметов заставили тварей мгновенно среагировать. «Вепрь! Пустыши обходят центр! Что нам с Ником делать? Немного затормозите начало демонстрации, а мы там уже сами разберемся. Боезапас берегите!» Два ствола высунулись из слухового окна крыши Сталинки и одиночными выстрелами выплюнули по одной обойме каждый. Упало всего с десяток особо торопливых пустышей, возглавляющих процессию, отчего наступающие сзади начали спотыкаться, образуя временную кучу малу. «Поспешите! Секунд тридцать у вас есть! От силы!» Ник оценивал обстановку сквозь прицел. «Принято!» Через секунд пять со второго этажа спрыгнули две фигуры и ощетинились холодным оружием. «Могу работать!» раздалось в наушниках. «Стрелка! У нас тут разминка пока! Встречай основных гостей! Кстати, сколько их там?» «Еще не все вышли из леса, пока пару сотен вижу». «Кто?» «В основном матерые бегуны, есть и постарше, лотерейщики. Скоро начну, они темп нарастили». «Это только цветочки! Начинай пока с малого калибра!» «Приняла!» Ник больше десяти секунд не смог смотреть на картину, как люди, натурально люди, мужчины, женщины и подростки, так как со спины не было видно их мутных глаз и искаженных лиц, бежали толпой добровольно и радостно, нарочно подставляясь под удары топора и острого клинка, превращаясь на ходу в рубленные куски мяса, большие и маленькие. Меньше чем через полминуты адская мясорубка остановилась, а два ее ножа стояли среди груды фарша. Вепор и серп с головы до ног были залиты кровью врагов. И тут раздался рев. «Ребят, что там случилось? Все нормально?» Стрелкова уже разрядила один рожок в вихре, успокоив 30 тварей. «Вепор и серп стоят друг напротив друга, уперлись лбами, держатся за затылки и орут», проговорил Ник. Эта книга озвучена на YouTube-канале Терабайт Истории. Подписывайся на Первый Источник. «Ничего не понимаю. Стрелка, не отвлекайся, все там отлично. Это накачка себя боевым неистовством и яростью. После массового крошева такое бывает иногда. Боюсь, сейчас это не вепор и серп. Это... Да это натурально два берсерка. Мы до них даже не сможем докричаться в ближайшее время». «Это опасно? Они перед этим по жемчужине приняли!» Стрелка схватила винторез. «Ого! Тогда я не завидую тем, кто встанет у них на пути». Огромная серая масса неумолимо надвигалась на торговый центр. Стрелка сбилась со счета, сколько магазинов патронов 9 на 39 она истратила. Не нашарив руку очередной сменный рожок, с досады откинула винторез в сторону. Только бы хватило боя запаса. Но как же их много, словно лава, стекающая из жерла вулкана. Только опасения. Стрелка передернула затвор печенега и устроилась поудобнее. Палец нетерпеливо надавил на спуск. Пробные выстрелы, конечно, достигли кишащей массы, но не устроили снайпера. Она быстро схватила бутылку с живцом и сделала несколько больших жадных глотков. Стрелка отправляла пулю за пулей в головы безобразных тварей. С каждым последующим выстрелом снайпер постепенно и уверенно погружалась все глубже и глубже в темный омут неистовство и раж. Время неожиданно замедлилось и растекалось вокруг. Весь улей ушел на задний план. Чувства баланса и такта обострились до беспредельных величин. Невзирая на все существующие законы и возможности организма обычного смертного, навык меткости и кинетики вышли в состояние потока. А тем временем внизу первые ряды стали добегать до двух пылающих яростью бойцов. Вепрь с томогавком в одной руке и штангой в другой, а серп с шоттелем продолжали свою кровавую жатву. Сверху стрелка регулировала напор тварей, бегущих прямиком в ненасытную мясорубку с двойным ножом. Очень быстро автостоянка перед ульем наполнилась грудами мяса, так что вепрю и серпу пришлось отступать вглубь улицы. В обзор Ника и Фила стали попадать твари, чем они не применули воспользоваться. Два ствола застрекотали с крыши. Стрелка истерично смеялась и продолжала жать на курок. Она вдруг осознала, что теперь может управлять одновременно несколькими пулями. Палец лег на крючок и больше не отпускал его. Доля секунды, цель, выстрел, контроль полета, смерть, доля секунды, новая цель, новый выстрел. И так по кругу. Казалось, что эта карусель смерти никогда не закончится. Одно дело, когда у тебя на задании максимум 10 целей, но здесь для молодой девчонки была дьявольская разница. Протяжный крик девчонки оборвался с сухим щелчком пулемета. Перед глазами у Стрелки летали звездочки и расходились мутные круги. Лились слезы от того, что у нее не было времени, чтобы лишний раз моргнуть. В висках гулко раздавались удары. Сквозь вату в ушах доносились дикие крики из гарнитуры. Стрелка, прием, ответь. Да, я сейчас. Это откат. Я сейчас. Стрелка потянулась к бутылке, так как назло плясала перед глазами и не давалась в руки. Глоток, два, три, семь, десять. Новая жизнь. Стрелка рывком вернулась в строй, выглянула наружу и ужаснулась от представшей картины. Неужели это я сделала? Разрозненные, немногочисленные отряды бегунов обегали кучей стел и направлялись к вепрю и серпу. Зона резни, а по-другому ее нельзя было назвать, сместилась на перекресток между сталинками и торговым центром. По внешнему виду бойцов не было понятно, были они ранены или нет, и как могли удерживать скользкое оружие, будучи залитыми с ног до головы кровью. Стрелка отстегнула систему бесперебойного питания, вставила последний магазин к печенегу и застыла. Нет, нет, только не это. Мысль как будто пронзила ее мозг. Из лесополосы вышли они. Элита, элита! Кто? Отозвался Фил. Элитник один. С Витей у него рубер и три кусача. Страх стрелки чувствовался в каждом слове. Стрелка, помоги нашим, мы пустые. Девушка перетащила пулемет на сторону, где продолжалась резня, водрузила на край крыши носочки и уже привычным способом быстро опустошила магазин. Вепы и серп заозирались по сторонам в поисках врагов. Оба бессильно сели на туши, словно на диваны и достали фляги с живцом. Показал стрелке лайк. Та в ответ сделала отмашку от виска и улыбнулась. Элитник между тем довольно озирался. Вся его армия была повержена жалкой горсткой еды. У нас еще гости, только теперь с северо-востока. Обреченно выдала стрелка. Сегодня что, блин? День открытых дверей в этом кластере? Возмутился вепрь. Похоже, это те, кого мы ждали. Муры. Они остановились. Пусть встают в очередь за элитником и скажут, чтобы за ними больше не занимали. У нас технический перерыв. Усмехнулся серп. Кстати, что он там делает? Ответом стал протяжный рык, заставляющий шевелиться волосяной покров по всему телу. Похоже, он отдал приказ атаковать. Сюда несутся три кусача, за ними рубер. Мстительный и упрямый попался. Недобро сплюнул вепрь. Стрелка, подпускай по одному, замедляя остальных. Поняла. Девчонка подбежала к огневой точке, ухватила выхлоп и прицелилась. Вепрь тем временем пробрался к исходной позиции и раскиданным под окнами спортивным снарядом. Серп, ты когда-нибудь видел летающие тарелки? Командиру хватил двадцатикилограммовый металлический диск в руку. Неа, видел, как собакам диски кидают, те ловят. У меня собака была, а летающего диска нет. Вот сейчас и восполню пробел. Ну что, поиграем? Громко рявкнул вепрь в сторону приближающихся воплощений смерти. Кусачи по комплекции отдаленно напоминали горилл переростков. Их бег уже существенно отличался от человеческого из-за непомерно развитых рук, смещения от центра тяжести тела выше грудной клетки, а также развалу ног в ширину, отчего они при передвижении раскачивались из стороны в сторону. Иногда припадали на все четыре конечности. Мельтешащие фигуры представляли из себя нелегкие цели. Хоть и были большими, плюс к этому твари оббегали препятствия и иногда их перепрыгивали. Тело кусача неудачно качнулось в сторону, отчего пуля чиркнула по краю черепа, выбив кусок кости, откуда хлестнула кровь. Корректировать тяжелую пулю в полете стрелке удавалось большим трудом. Тварь дернулась, взревела, остановилась и села на землю, качая башко из стороны в сторону. Но ненадолго сзади рыкнул рубер, заставляя подчиненного встать и продолжить движение. А слушаться старшего было еще страшнее. Один отстал, впереди продолжала нестись сумасшедшая двойка. Пуля выбила фонтан крови из плеча кусача, что того развернуло и он кубарем покатился по земле, дико урча. Элитник тем временем внимательно наблюдал за происходящим. Сопоставить действия маленького человечка на здании и последствия не составляло для него труда, и он стремительно сорвался с места, вырывая из мощных когтистых задних лап комья земли, но не напрямик, как его глупые низшие собратья, а в обход по большой дуге, уходя из зоны поражения. «Серб, я буду глушить, ты завершаешь, первым не лезь». «Давай!» Вепрь размахнулся и с вырвавшимся ревом кинул диск в первого кусача. Металлический блин, бешено крутясь в воздухе, со скоростью выстрела пушечного ядра встретился с мордой твари. Блямкнуло, хрустнуло и раздался всплеск с чмокающим звуком разлетающихся в стороны ошметков содержимого черепной коробки. Тело кувыркнулось в воздухе и шлепнулось на спину. Стрелка оценила двух подранков кусачей для вепри и серпа не опасными и переключилась на рубера. Тот топал сзади, уверенный в своей силе и неуязвимости. И было из-за чего. Монстр значительно выше кусачей. Голова, торс и плечевой пояс закрыты мощными костяными пластинами. На лапах и спине тут и там торчат костяные шипы. А пальцы заканчиваются огромными когтями, которыми этот великан мог с легкостью раздирать легкобронированную технику, как бумажный пакет. В прицел стрелка внимательно изучала его движение. Необходимо найти уязвимое место. Боеприпаса мало, тратить его бездумно нельзя. Монстр не стоял на месте, нужно было действовать как можно быстрее. Верхняя часть туловища рубера почти не двигалась. Самое уязвимое место, глаза закрыты надбровными дугами, пока они недоступны. Тварь шла нагнувшись корпусом вперед, а стрельба с возвышения делала выстрелы бесполезными. Даже с заряженным патроном СЦ-130 ВПС с бронебойной пулей и с термоупрочненным сердечником. Стрелка взглядом спустилась ниже. Слабое место, характерное для мужской половины человечества, у монстров отсутствовало априори. Мутация избавляла тварей от родовых признаков уже на более ранних стадиях изменения. Так, а что это? Коленная чашечка? тоже закрыта наростом, хотя... Девушка присмотрелась. Бинго! Прежде чем сделать следующий шаг, Рубер подгибал лапу, отчего его доспехи на мгновение оттопыривались, приоткрывая сочленение. Осталось всего ничего, рассчитать до сантиметра момент попадания пули в движущуюся цель в двухстах метрах от нее. Стрелка сделала несколько глубоких спокойных вдохов и выдохов. Картинка вдруг замедлилась, звуки приглушились. Рубер оперся на левую ногу и шагнул вперед. Перенес на нее вес, оторвал левую ногу от земли. Пора! Пуля надо встретиться с коленом, когда оно будет под туловищем, до разгибания ноги. Вот он, полет! И через мгновение стрелка видит картинку летящей пули от третьего лица, как геймер в компьютерной игре, где он как будто парит над крышей своего самолета. Только девушка сейчас играла роль Камикадзе, летя на таран. Щель максимально открыта, и пуля движется в правильном направлении, но немного запаздывает. А почему пулю можно корректировать вверх-вниз и вправо-влево? А если дать ей ускорение, стрелка мысленно сила оттолкнула от себя пулю, так что она стала стремительно от нее отдаляться. Да, получилось, скорость той выпущенной пули из винтовки стрелки составляла примерно 292 метра в секунду, а после ускорения новым даром снайпера Кинетика эта величина возросла минимум в полтора раза. Но эти цифры интересовали девушку в самую последнюю очередь, потому что она визжала от радости, так как Рубер валялся в пыли с оторванной частью ноги ниже колена. Он встанет в любом случае, даже при потере двух-трех конечностей. Такая тварь может быть очень опасной. Вставай, гад, ну же, покажи мне свои глазки. Улыбнулась Стрелка и между делом отхлебнула живца. Красная жемчужина отдала свою энергию полностью, развив грань таланта Кинетика со смесью Клок Стопера. Командир, побереги крупный калибр, там элитник побежал в окружение. Стрелка, смотри в оба. Еще с Рубером не закончила. Вепрь сделал второй замах с 10-килограммовым блином. Диск полетел не совсем удачно, ударив кусача в грудь плашмя и сложив его пополам. Тот свалился на землю и тщетно пытался хватать воздух пастью. Терять такую возможность было нельзя, и серп молнией метнулся к поднимающейся твари, а Вепрь взял в обе руки две пудовые гири, как кастеты, и свистнул второму кусачу. Странно, но такой звук действовал на монстров просто магнетически. Кусач с раненым плечом, как верный пес, рванул на сигнал. Серпу еще не доводилось применять свое холодное оружие против таких развитых тварей. Одно дело слабые тела пустышей и бегунов, и совсем другое развитые зараженные. В момент применения своего дара серп замедлял во времени окружающее пространство, придавая ускорение в несколько раз не только себе, но и острому клинку. Своим изгибом шоттель похож на серп, из-за чего удар, например, по шее врага, был не секущим, а подсекающим, что гарантировало снос головы с плеч. Здесь же такая техника способна сыграть злую шутку. Оружие могло застрять в теле кусача, если не полностью прорезать плоть или рассечь кость. Серп развернул шоттель как саблю и начал свой смертельный танец. Лезвие, рассекая густой воздух, в секунду прошлось по запястьям, изгибом локтей и подмышек твари, отчего верхние конечности повисли плетьми, а из вен хлынула кровь. Кусач взревел и попытался растоптать и порвать наглеца ногами, а потом впить в еще трепещущее мясо свои клыки. Но в том месте, где только что была добыча, поднималась лишь пыль от следов. Падала тварь на землю уже с распоротыми лодыжками и разрезанными жилами в подколенных ямках. Кусач ломаным движением тщетно попытался подняться. Конечности с поврежденными сухожилиями и мышцами его почти не слушались. Серп обижал тварь спереди и ударом нажав открытую рану на голове поставил точку в поединке, хотя походил он больше на расправу. Вепрь приметил, что кусач ранен в левое плечо. Значит, тварь скорее всего будет атаковать с правой руки. Такая информация для бывшего боксера тяжеловеса весьма кстати. Кусач, конечно, не боец в привычном понимании. Движение рук у твари рассчитано не на прямые удары, а на боковые, хватательно рубящие. Вот и сейчас все сложилось по классическому сценарию, виденному вепрем множество раз. Кусач, подбегая к жертве, замахнулся уродливой ручищей и провел резкий боковой удар. Вепрь в последний момент поднырнул под нее и провел мощный хук слева по корпусу. Хрустнули ребра. Кусач взревел, крутанулся в сторону обидчика и сделал замах левой рукой. Но внезапно пробитая двойка по ребрам смазала удар, так что вепрю досталась просто сильная плюха предплечьем, вместо снесения головы с плеч когтями. Оба упали на бок лицом к лицу. Кусач задыхался и утробно, прерывисто урчал. Вепрь, покачиваясь, встал на ноги. В голове слышался писк, от уха стекала слабая струйка крови, а хрящ уха был сломан, как и гарнитура. Кусач вскинул в сторону вепря свои уродливые когти, но противник оказался проворнее. Гиря с гулким звуком напрочь снесла тваре нижнюю челюсть. Тело наконец обмякло. Стрелка не видела, что в то же самое время серп и вепрь творились кусачами, она была полностью занята своей целью. Похвастаться тем, что ты завалил Рубера, не мог позволить себе даже один из ста иммунных, а встретиться с такой тварью во сне означало только одно — гарантированную стирку трусов и постельного белья. И вот теперь один из ужасов улья был у нее на прицеле. Рубер завалился на бок, тут же раздался рык. По интонации это была минимум злость, помноженная на ярость. Он рывком привстал, опершись на передние конечности и завозился. Вдруг он с урчащим выдохом оторвал от нее нижнюю часть ноги, державшуюся лишь за счет шматья мягкой ткани, отбросил в сторону и поднял глаза на стрелку. Это был взгляд хладнокровного убийцы, настоящего палача. Стрелку бросила в дрожь, первобытный страх сковал ее движение. Она замерла. Вот она, цель, просто нажми на курок. Но нет, палец на спусковом крючке, как назло, точно в судороге, предательски не мог согнуться. По спине пробежал холодок. Из-за цепенения стрелку вырвал более сильный шок. На периферии зрения мелькнула кривая тень. От испуга стрелка дернула спусковой крючок. Тяжелая пуля через секунду встретилась с глазом Рубера. Тварь уткнулась мордой в землю. Глава двадцатая По общеизвестному правилу знахарь помогает новичку лишь пробудить зарождающийся дар улья. Считается, что внесение существенных корректировок умения невозможно. Однако встречающееся расширение граней таланта у развитых иммунных позволяет сделать предположение, что при особых условиях в специфическом даре знахаря есть вероятность трансформации даров, настройки нужных параметров вплоть до полной их замены на этапе пробуждения. Подтверждением данной гипотезы служат запреты на проведение замещения умений другими, встречающиеся в древних текстах. Выдержка из статьи научного знахарского альманаха. Автор неизвестен. Стаб Восточный один час пятнадцать минут. Внимание! Вижу приближающийся транспорт. Ожила рация старшего посменя восточных ворот. Какие придурки ночью раскатывают? Пока непонятно. Одна фара горит. Мотоцикл что ли? В километре от нас. А ну посвети глянем, кого к нам несет. Есть! Болт неистово крутил руль с стороны в сторону, пытаясь сбросить с корпуса броневика трех лотерейщиков. По пути под колеса не раз попадали твари. Звук мотора привлекал монстров со всей округи. Недоумки бросались на автомобиль, получая травмы и увечья. Один пустыш при ударе зацепился за кенгурятник. Тело его мгновенно утянуло под переднее колесо и там переломало. Но теперь фару закрывал кусок оторванной кровавой футболки, что существенно снижало обзор с водительской стороны. Останавливаться было нельзя, с одним стволом не навоюешь, девчонка не в счет. На одном повороте при снижении скорости за болтом и Софией увязалась стая лотерейщиков. Троим из них удалось залезть на автомобиль, а зацепиться за броневик было за что. Дуги на крыше по периметру и запасное колесо на задней двери. Лотерейщики безрезультатно били и скребли броню, но вскоре двое особо сообразительных переместились на капот и стали молотить по лобовому стеклу, закрывая своими телами и без того малый обзор. К тому же окно уже успело существенно загрязниться. Дворники твари сломали. Чтобы хоть как-то ехать дальше, болту пришлось вилять по дороге из стороны в сторону. Казалось, что это не закончится. Помочь болту с Софией, находящихся в осаде, могли только извне. До стаба оставалось около трех километров. Что за чертовщина? Вгляделся болт вперед. Стаб не освещается, ни огней, ни прожекторов не вижу. Может, на подстанции авария? Дрожащим от страха голосом пролепетала София, вжавшись в кресло и закрыв лицо ладонями. Подъедем, узнаем, другого выхода у нас нет. Не успел броневик остановиться у закрытых восточных ворот, как по броне, тут же забарабанили удары от многочисленных попаданий пуль. София громко вскрикнула. Болт обнял девушку и, поглаживая по голове, начал приговаривать. Не бойся, все хорошо, это нас чистят, мы дома, тише, тише. Через мгновение туши сползли с броневика, оставляя кровавые разводы. Играт прекратился. Ворота пришли в движение. Таран, смотри, кто приехал. Безопасник без стука ворвался в кабинет главы, махая болту рукой, чтобы тот заходил. Болт, рад видеть. Таран подошел к болту, мужчины обнялись. Где остальные? Все нормально? Да, в порядке. Мы разделились, я с новенькой приехал, подобрали в одном поселке, а они направились в городской кластер, навстречу мурам. Вепрь, как всегда на рожон лезет. Черт, здесь он нужен позарез. А тебя зачем он отправил? Новенький трансфер до стаба организовал. Девчонка в довесок пошла, у меня есть важное донесение. Говори. Новичок наш, Ник, вспомнил, что среди муров девка была, зовут Аида, вроде не последнюю должность в клане занимает. Именно она память новичкам почистила. Ей удалось скрыться с горской недобитков во время последней операции, а опознал Никаиду по фотографии. Это Анна, сестра Горыныча, жена Канта. Быть того не может, она же погибла несколько лет назад. Выходит, что выжила. Свидетелей тех событий уже нет, подтвердить некому. Таран задумался. А на новичка правильную ставку мы сделали, как оказалось. А что у вас произошло? Света почти нигде нет. Повышенная боевая готовность введена. Заговор у нас случился. Западная часть стаба под контролем у муров. Таран помрачнел и обратился к безопаснику. Не просто принимать такие решения. Кэп, но задержание Горыныча и Канта я буду возглавлять лично. Действуем сейчас. Все-таки знахарь. Это мой крестник как-никак. Кстати, что-то недавно громыхнуло. Нашли, откуда предположительно звонок был. Кэп поморщился. Только что сообщили. Похоже, с моего телефона. Кто-то проник в дом, а перед уходом заминировал. Пацаны чудом уцелели. Короче, теперь я бомж. Пошли. Таран скрипнул зубами, подхватил висевший на спинке стула автомат и закинул его за спину. Больница встретила бойцов тишиной. Группа захвата тихо прокралась по темным коридорам и подошла к жилой квартире знахаря. Таран дверь вскрыта. Кэ посмотрел развороченный замок. Осторожно, может быть заминировано, дайте свет. Таран внимательно осмотрел проем на наличие взрывных сюрпризов. Чисто, заходим. Группа ворвалась в квартиру. Зал чисто, спальня чисто, кабинет чисто. Бойцы оперативно доложили обстановку. Такой бардак всегда был? Или тут разгром недавно случился? Таран осмотрелся. Не помню, когда к крестнику в последний раз заходил. Я на этой неделе сюда по нашим делам забегал. Было прибрано. Странно, как будто обыск провели. Делать тут больше нечего. Выдвигаемся к дому Канта, скомандовал Таран. Таран и Кэп через 10 минут озадаченно выходили из дома ментата. Ни одного ни другого нет дома. У Канта тоже вещи раскиданы, отметил Кэп. Сами ушли или им помогли и кто кому. Думаю, они прямо или косвенно замешаны в захвате стаба. Кэп, произошедшие огласки не придаем, пока нет ясности в этом вопросе, а бойцы пусть их тихонько ищут на нашей половине. Меня смущает одно обстоятельство. Мы столько лет живем в Улье, но про такой дар даже не слышали. Очень странно. А если эта Аида обнуляла не только новичков, но и муров? Хочешь сказать, она подчищала их черную историю, чтобы они под видом белых и пушистых рейдеров попадали к нам в стаб? В таком случае спич со своим даром чтеца вообще бесполезен. Именно. А как по-твоему еще можно без силового вмешательства захватить почти полстаба? Вот именно, Кэп, что без значительных сил целый стаб не захватить. Их мало, просто они держат ключевые точки. Возможно, ждут подкрепления. Ну откуда? С юга востока. Дошло до безопасника. А там как раз вепрь с командой. Если они Муров не остановят или не задержат, то нас возьмут в клещи. Не возьмут. Вертится у меня одна идея. Таран, надо ее обмозговать. Давай зайдем в одно место. Стрелка. Стрелка. Что там у тебя? Серп обеспокоенно вызывал девушку по рации. Спустилась. Стрелка переводила дух, бегая по второму этажу. Элитник где? Из шахты пробирается. Там дверь узкая. Все. Разбил проем. Он на этаже. Веди его к черному входу. Какое оружие с собой? Ничего не успела взять. Схлипнула девушка. Он быстро взобрался на крышу. Еле успела забежать в дверь. Ладно, выбегаешь и двигаешься к Сталинкам. А вы? Встречать будем. Дверь черного входа отворилась. Из него выглянула стрелка, осмотрелась по сторонам и побежала в укрытие. Из внутри здания грохот 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 элитник не поворачивался в узких коридорах и сносил двери, рушил стены. Его жертва только что сноровисто убежала от него и теперь он бесновался, вымещая злобу на всем, что ему попадало на глаза. Фил, вам стрелка бежит, садитесь в машину и уезжайте отсюда. Боюсь поздно уже, сюда муры едут, там БТР, Триурала и УАЗ. Машину срисуют на раз, мы засаду сделаем. Тут как раз самый короткий путь, через нас поедут. Какая засада, ты знаешь сколько там? Договорить серп не успел, так как элитник выбил кусок стены вместе с дверью, выскочил наружу и стал озираться и принюхиваться, шумно втягивая воздух через ноздри. Вепрь, что делать будем? серп осторожно выглянул из-за угла на элитника. Шоттель ему нанесет такой же вред, как мне зубочистка, ну кроме открытых незащищенных участков. От моего тамагавка тоже проку мало, а по открытым участкам ты прав. Сколько у тебя гранат? Шепотом спросил Вепрь. Три РГД пять. Мне одну на всякий случай оставь. Нужно попытаться скормить элитнику пару гранат. На блюдце ему принести. Сер подцепил одну гранату с разгрузочного жилета и протянул вепрю. Ты в бейсбол играл когда-нибудь? По телеку видел. мячик. ты знаешь как подать этой зверушке мячик. Тем более ты клок стоппер. Да, но как заставить его открыть пасть? Вон, видишь, огромный телевизионный баннер наверху. Высота до него метров пятнадцать. Там даже узкая площадка есть. Можно по ней бегать. Закреплен на столбе. Он в диаметре с метр будет. Элитник его если и повалит, в чем я сильно сомневаюсь, то очень нескоро. Лестница хлипкая. Ты взберешься? Он нет. План такой. Сверху элитника отвлекаешь. По возможности кормишь горячими гостинцами. Ослабляешь. Я подхожу к нему сзади и делаю свое дело. Круто. Да поможет нам Улий. Серб пожал руку вепрю. Мужчины обнялись. Вепрь залпом влил в себя оставшуюся половину фляги живца. Крякнул в кулак, громко свистнул и побежал за угол. Серб в свою очередь с кличем индейца метнулся к баннеру. Элитник огромными прыжками, гремя костяными пластинами словно латами, несся на наглый зов. Определенно эта добыча слишком много себе позволила. Никогда элитник не чувствовал такого азарта и одновременно дикой агрессии. Внутри бурлила кровь охотника. А вот и человечишка. Один из виновников всех неудач взбирается наверх по трубе. Элитник уже предвкушал сладкий вкус теплого мяса во рту. Слюни струйками выбегали из уголков пасти. Серпу оставалось преодолеть около двух метров лестницы, как к столбу подбежал монстр. У матерых зараженных, помимо развитых органов чувств, нередко наблюдаются зачатки интеллекта, как у людей. Вот и у этого экземпляра хватило ума схватить лестницу и рвануть ее на себя. Серп мгновенно осознал бедственность своего положения. В замедлении он видел, как снизу одна за одной отходят от столба крепления лестницы и неумолимо разрывают подступы к его ногам. Преодолевая густоту воздуха, Клок Стоппер, как поедущему вниз экскалатору, только движущемуся с немыслимой скоростью, стал взбираться вверх. Остается делать очень осторожные движения, малейший промах и встреча тела с арматурой лестницы может закончиться в лучшем случае переломом конечностей. В реальном времени Клок Стоппер двигался в несколько раз быстрее, размазываясь при взгляде, так что приходилось работать на упреждение и подгадывать траекторию перемещения тела в пространстве. Руки и ноги судорожно перебирают по срывающимся вниз перекладинам, почти не задерживаясь на них. С каждым новым толчком скорость лестницы увеличивается, снизу ее срывает элитник, сверху по ней взбирается серп, значит надо увеличить усилие. Серп напрягся, мобилизовав все резервы дары. Скорость замедлилась еще больше, как будто ее возвели в квадрат. Воздух по консистенции стал как подсолнечное масло. Теперь серп ощущал себя водолазом, поднимающимся с тяжелым грузом из глубины. Осталось пять перекладин, четыре, три. Нет, не успею. Страшная мысль обожгла мозг изнутри. Уперев ноги на перекладину как можно выше, серп подтолкнулся от нее и взмыл вверх, где его ждала спасительная площадка. Подобные трюки Клокстопер не раз видел в кинематографе, когда герой в решающий смертельно опасный момент хватался за шасси вертолета или трубу здания, спасая свою жизнь. Но это реальность, и здесь не может быть второго дубля или шанса, а тем более каскадеров, которые все делают за тебя. Серп раскрыл ладони, и они аккуратно легли на края монтажной площадки. Уголки рта потянулись вверх. Все получилось, можно отпускать дар. До ушей все-таки дошла запоздавшая волна звуков треска и разрыва металлических конструкций, а вместе с ней обжигающая боль в районе стоп. Крайняя перекладина неудачно вывернулась от рывка элитника и саданула по ногам. Скорость сближения арматуры и стоп серпа была такая, что кости плюсны как минимум получили закрытый перелом. От нестерпимой боли ладони стали невольно разгибаться, ноги повисли плетьми. Закинуть их на площадку не представлялось возможным. Внизу бесновался элитник. Его верный расчет не оправдался, жертва болталась на высоте. Прыкнув, тварь сделала сильный прыжок. Серп, превозмогая боль, с криком подтянул ноги к животу. Когти элитника со стуком сомкнулись в десятки сантиметров от него. Тварь, в отличие от серпа, в отличной физической форме и может без устали прыгать хоть целый день. Значит, остается сделать подъем на одних руках и перекинуть себя через защитное ограждение. А боль тем временем пульсируя разрасталась, перетекая выше, от стоп по ногам. Но нет, я так просто не дамся. Итак, начинаем упражнение, проговорил про себя серп. Подтянуться, повиснуть на одной руке и быстро перехватить планку повыше второй. Подогнуть ноги вверх от удара твари. Не останавливаемся. Он нарочно про себя нараспев комментировал свои действия на манер исполняемых диктором команд из транслируемой передачи утренней гимнастики по радио, популярной в советское время, чтобы хоть как-то отвлечься от боли в ногах. Зафиксировались, делаем глубокий вдох, передышка. Мысли в голове сопровождались накладываемыми звуками фортепиано. Серб все-таки добрался до верха и повис на парапете на одной руке, пропустив подмышкой перила. Одной рукой он достал гранату, зажал рычаг, отогнул усики предохранительной чеки и вырвал ее. Элитник не прекратил попыток достать болтающееся наверху тело. Наоборот, судорожные движения жертвы его еще больше раззадорили. В азарте тварь не заметила ни подъехавших муров, засевших с 300 метров от баннера и снимающих кровавое кино на видео, ни вепря, подкрадывающегося сзади с 25-килограммовым металлическим диском в одной руке и с гранатой в другой. Эта книга озвучена на ютуб-канале Терабайт Историй. Подписывайся на первоисточник. Тварь оттолкнулась от земли и в очередной раз прыгнула к своей цели. И... закончили упражнение. Промучал про себя серп, разжал рычаг, примерился и кинул гранату навстрече приближающейся распахнутой пасти элитника. Челюсти сомкнулись, когда РГД-5 почти долетела до них. Попав твари за щеку, граната разорвала ее взрывом, обнажив часть челюсти. Голова элитника дернулась в сторону. В образовавшейся дыре стали видны обломки верхних и нижних боковых зубов. Темная кровь хлынула на землю. Монстр взревел и тут увидел стоящего рядом с ним человека. Так вот, на ком можно выместить злость. Элитник резким рубящим движением направил клешню к вепрю. Конечность тут же встретилась с не менее мощным ударом металлическим блином. Громко развякнула. Из диска выбила несколько искр. Нападающий явно не ожидал такой прыти от человека. На закостенелой, ничего не выражающей морде элитника, нельзя было прочитать гримасу удивления. Но вепрь без труда увидел это в глазах. Монстр тряхнул лапой, рыхнул и замешкался. Отражающий удар действительно был сильным и болезненным. Но как такой маленький человек может противостоять машине для убийства по рождению улья? Это не укладывалось в уродливой черепушке. И элитник снова ринулся в бой. Диск выдержал только три удара. Ухо, за которое держал его вепрь, просто оторвалось при последней атаке, а сам блин изрядно погнулся. На передних конечностях монстра кровоточили уродливые борозды, на некоторых когтях виднелись сколы. Но нанесенный ущерб был просто смехотворным для элитника. А у вепря остался всего один козырь, граната в руке. Жизнь командира зависела сейчас только от него. За спиной его самый дорогой человек в улье, названная дочь. Как гарантированно скормить монстру гранату? Ситуация безвыходная. У вепря в памяти вдруг всплыл один анекдот. Если тебя съели, у тебя есть два выхода. Он недобро улыбнулся, сел на землю, сгруппировался бомбочкой и активировал дар суперсилы. Реакцию элитника не пришлось долго ждать. Клешня схватила аппетитный колобок и попыталась вонзить в него когти. Такой большой комок в горло точно не влезет. Но ничего не произошло. Абсолютно все мышцы в теле вепря были напряжены до беспредельных величин, став твердыми, как камень. Монстр круто потряс рейдера двумя лапами, попытался разжать клубок и разорвать плоть. Безрезультатно. С тела срывалась одежда и кожа. Вепрь терпел и только крепче сжимал зубы. Сочащаяся кровь от многочисленных ссадин по всему телу одурманила элитника. От безысходности он вытащил язык и стал облизывать добычу. Грубая крупнозернистая наждачная бумага в очередной раз коснулась плеча и пошла вдоль руки, нанося многочисленные ссадины. Рейдер держался уже на морально волевых. Все тело жгло огнем. И вот он, тот самый ожидаемый момент. Вепрь резко выставил руку, всунул ее с гранатой в пасть элитника по плечо и разжал ладонь. Вместе с этим, как туго натянутая струна, порвался дар, а челюсти элитника самопроизвольно захлопнулись. Внутри глухо рвануло. Оба противника мгновенно рухнули на землю. Скрипнули тормоза, послышались многочисленные шаги и лязг затворов автоматов. «Эй, клок-стоппер, сам спрыгнешь, или тебе помочь?» раздался басистый мужской голос. «Хрен тебе!» огрызнулся серп. «Сейчас ты будешь позговорчивее, лови маслину!» Бедро серпа обожгло. Он вскрикнул. По штанине потекла горячая струйка крови. Силы постепенно покидали тело. Закинуть себя на площадку он не смог. Так и остался висеть на парапете на двух руках, перекинув их через перила лицом к баннеру. «Все!» Это конец. Бесславный и бессмысленный. Но не напрасный. Серп снял последнюю гранату с разгрузки, выдернул чеку и поднял руки, скользнув вниз. Он в последний раз активировал дар клок стопера. До взрыва гранаты в реальном времени осталось около трех секунд. Свободного падения до земли полторы секунды. А это значит, у серпа времени просто вагон и маленькая тележка. Он скосил взгляд. Возле грузовика с тентом стоялось десяток муров. Разместились удобно, кучкой. А теперь можно и в бейсбол сыграть. Серп махнул рукой и запустил гранату в муров. В замедленном движении он видел, как некоторые начинали с испугом постепенно открывать глаза и рты. Другие зажмуривались. Отдельные индивиды с заторможенной реакцией тупо и безучастно смотрели на падающее тело. Серп от толчка гранаты начал разворачиваться в воздухе и тихо спускаться к земле. Больше не было видно врагов. Он падал спиной вниз, как лист с дерева. А сверху его провожало красивое безоблачное небо улья. Прощай новая жизнь. Прощай стрелка. Прощай крестный. Повоевали знатно с тобой. Успел подумать про себя серп и отпустил дар. Тело плашмя спиной рухнуло на остатки поверженных им тварей. Неподалеку громыхнул взрыв. В угасающем сознании истошный крик у нас три двухсотых стал лучшей колыбельной песней для клокстопера. Красиво ушел, однако. Грузный мужик навис над серпом и наставил автомат. Легко отделался. Перелом позвоночника. Не жилец. Контроль сделать. Сам сдохнет. Рентген. Скрой не лучше элитника. Живо. Но здравствуй, вепрь. Аида толчком ноги в плечо развернула тело рейдера с бока на спину и скривилась. Ее взгляду открылась нелицеприятная картина. Руки у лежащего практически не было по плечу. Из разорванной раны обильно вытекала кровь. Тварь! Прошипел вепрь. Не вижу радости и удивления на лице. А что так? Как будто знал, что я осталась жива. Ладно, не отвечай, уже не важно. Муровское отродье, задавлю. Вепрь сплюнул, искривился от боли, зажимая рану ладонью. Откуда такая ненависть? Мы же ладили раньше, друзьями были, пропела Аида. Предательница! О, так я могу о предательстве одну интересную историю рассказать. Аида присела рядом, глаза ее сверкнули злостью. Пошла ты! Пять лет назад нас повезли на гребаную профилактику от трясучки. Автобус девочек и женщин. Два конвоя с нами было. Ты помнишь же? Для меня это случилось как будто вчера. А когда на нас напал элитник, два стабовских бронеавтомобиля развернулись и бросились на утек. Хотя могли пусть и с потерями, но отбиться от твари. Они просто-напросто обосрались вепрь. Этого быть не может. Выжившего командира наш ментат спич допрашивал. А начинающий мальчик против матерого рейдера. Не мне тебе объяснять как можно обмануть ментата. Мужа моего отстранили от допроса. Боялись необъективного расследования. Но не волнуйся предатель понес должное наказание. Мы его выследили позже и за все спросили. Как видишь я все знаю. Дар неприлично спрашивать у девушки про ее дары. Улыбнулась Аида. Но твое любопытство я умерю на смертном адре. Любимый брат наградил меня уникальным даром. Он нарек его библиотекарем. Наивное название не правда ли? Но я одна такая на весь улей. Это можно сказать шедевр. Брат мой еще тот проказник. Любитель свободы. противник запретов. С этим умением я могу не только читать людей как книги, но и вносить в них правки, выдирать страницы жизни, писать между строк и наконец сделать из них овощи, выжигая память. Тварь, ты с мурами. Вепрь, ты не видел того ужаса, когда монстр рвал беспомощных людей как тряпки, а твой человек стоял на безопасном я надеюсь, что мой брат тоже поймет и примкнет ко мне. Талантливый знахарь мне нужен. В семье не без урода. Я бы сам того командира задавил, если бы знал. Но уже поздно что-то менять. Я должен тебя ликвидировать. И будь уверен, я это сделаю, а не я, так улей. Смешно. Ты сам скоро умрешь. Рентген, сколько ему осталось? Примерно. Трудно сказать. Максимум полчаса, плюс-минус пять минут. Мужик уже разделал споровый мешок элитника и выгребал из него хабар. Слышал вепрь? У нас тоже есть дары. Рентген никогда не ошибается. Сколько еще протянет раненый? Удобное умение на поле боя. А есть такие, какие вам и не снились. Например, крутые сенсы. Эй, скан, ну-ка скажи, в радиусе трехсот метров. Есть еще рейдеры или иммунные? Вепрь напрягся и застыл. Из толпы вышел молодой парень, остановился и закрыл глаза. Через пять секунд он отрицательно покачал головой. И как вы планировали вдвоем нас остановить? усмехнулась Аида. Вепрь вздохнул с облегчением. Раз сенс никого не увидел, значит, команда успела уйти из кластера. Я бы и один справился, если бы не этот урод. Кивнул вепрь на элитника и закрыл глаза. Его уже заметно тряс озноб. Признаться честно, я осталась под впечатлением. Даже кино успели снять эксклюзив. Спасибо тебе, что расчистил дорогу, а то я опаздываю в свой стаб восточный. А может и не восточный, над названием надо будет подумать. Меня муж уже заждался. Да, и еще. Аида склонилась над ухом вепря и прошептала. Спасибо за разгром лагеря неделю назад. До этого я была всего лишь заместителем начальника одной из ячеек в клане. А теперь я его глава. Вот такая забавная ротация кадров. Пускать тебе пулю в лоб я не буду из уважения и доброй памяти. Но и помогать тоже. Ничего личного. Прощай вепрь. Свидимся еще, прошипел рейдер и отключился. Грузимся, едем, времени нет, прокричала Аида подчиненным. «Бригаду чистильщиков вызывайте, пусть подберут тут все». Муры беспрекословно загрузились в машины и колонна тронулась. «Ник, держи стрелку, она сейчас тут наворотит дел». Девушка билась в истерике и рвалась разобраться с мурами. «Стрелка, успокойся, Фил прав, чем мы можем помочь? Там их человек пятьдесят, семьдесят, не меньше. У нас два пистолета, несколько гранат и все. Нам нужно лучше подготовиться, чтобы хоть как-то противостоять им». Стрелка со слезами на глазах отбивалась от Ника. «Они серпа убили. Ты понимаешь, убили, а сейчас вепря пытать будут. И его тоже в расход. Ник, ты же сам хотел отомстеть. Почему ты сейчас стоишь и ничего не делаешь?» «Тихо, замерли. У них сенс. Вон тот парень с закрытыми глазами. Он сканирует. Я чувствую его волны». «Ну вот и все», обреченно сказал Ник. «Накаркала стрелка. Занимай оборону. Что уж теперь?» «Подожди-ка, он нас не почуял». Фил ошараш и наглядел на стрелку и Ника. «Ничего не понимаю». «Значит, так себе сенс», покачал головой Ник. «Не скажи, посильнее моего дар будет. Его волна как будто сквозь нас прошла, без отражения. Впервые такое чувствую, как будто нас здесь нет». «А помнишь, как ты заметил кого-то в этом доме радаром? Ну когда мы только заезжали в кластер, а потом сигнал пропал. Мне кажется, дело в этом стабе. Он точно проклятый», прошептала стрелка. «А я видел, что занавеска шевелилась», добавил Ник. «А вы еще смеялись. Тут точно какая-то аномалия». «Смотрите, муры собираются, вепрь без движения лежит, весь в крови». Стрелка снова зарыдала, отошла от окна и уткнулась в грудь Нику. Ник обнял девушку и стал успокаивать. Он не заметил, как она вытащила у него из кобуры пистолет. Вдруг стрелка мигом отстранилась от него и утерла нос ладонью. «Фил, дай мне свой пистолет!» «Стрелка, не дури!» «Тихо вам! Машины остановились у нас под окнами!» Ник присел на корточки и жестом показал остальным тоже последовать его примеру. Из грузовика выскочили несколько бойцов и побежали во двор. Двое вошли в соседний подъезд. Трое загромыхали тяжелыми шагами внизу, поочередно вскрывая квартиры. Ребята осторожно переместились за шкаф и выставили перед собой пистолеты. В квартиру забежали две пары ног. «Чисто!» раздалось совсем близко. Хорошо экипированный боец осторожно вошел в комнату, поводил стволом, подошел к шкафу, заглянул в него. Автомат уставился прямо в лоб Нику. Два пистолета глядели ему навстречу, готовые выстрелить в любую секунду. Мур смотрел как будто через ребят. «Здесь тоже чисто», отчитался боец и прошел по комнате. «Хрень какая-то! Показалось движение нашей главной, наверное». «А я говорил, тут гиблый стаб». В комнату вошел мужик с огненно-рыжей растрепанной шевелюрой и огляделся. «Не может быть такого, чтобы рядом с кластером был». «Говорят, сам Улей присматривает за этим местом. Тут человек десять наших пропали при очень странных обстоятельствах. И это только на моей памяти. Пойдем отсюда скорее, аж кровь стынет в жилах». «Да жечь его надо, да и всего делов». В комнату ввалился третий. «Ты дебил!» Рыжий замахал руками. «Ты и дня тогда не проживешь, Улей накажет. И не смейте брать отсюда ничего. Беду притянете. Все, уходим». «Ну ладно, не кипишуй, пошутил я». Боец кинул взгляд на круглый стол. Его внимание привлекла металлическая бензиновая зажигалка с откидывающейся крышкой. Он украдкой, незаметно от остальных, взял ее в ладонь и сунул себе в карман джинс. «Пойдем, да». Троица быстро покинула дом. Вскоре за окном загудели двигатели и колонна поехала дальше. Наступила долгожданная тишина. «Это что такое сейчас было?» Фил округлил глаза. «Давайте об этом позже», отрезала стрелка. «Меня больше интересует, как там вепы ресерп. Фил, ты их видишь? Они живы». «Нельзя мне пока сканировать. Сенсы друг друга могут очень хорошо чувствовать при применении дара». «Живы ваши ребята», раздался хриплый голос за спинами команды и добавил. «Пока что». Ник и Фил мигом развернулись на внезапно появившийся из ниоткуда говоривший источник. Стрелка взвизгнула и спряталась за спинами ребят. За столом сидел сухонький старик с седыми волосами, бородой и усами. «Ты... ты кто нахрен такой?» Фил не сводил с деда пистолет. «И как сюда попал?» «Это вы сюда попали, а я здесь был всегда, но об этом после потолкуем. Поспешите к своим друзьям». «А помочь им только ваш врачеватель сможет». Дед указал кривым указательным пальцем на Ника и подмигнул. «Ребят, уходим, быстро!» шепнула стрелка и потянула остолбеневших Филы и Ника за собой. «Вот и молодцы, а я пока чайку заварю». Как ни в чем не бывало, проворчал дед вслед убегающим ребятам. Продолжение книги вы сможете прослушать на сайте busty.tu Ссылка в описании. Спасибо за прослушивание. Продолжение следует...